Девушки отдыхают Это адаптер views, к ним в принципе и RecyclerView относятся. И сервисы. Job Scheduler это тоже сервис, просто очень специфический. Как обычно, первую часть расскажу я, потом вторую Кирилл. Начнем с адаптер views. Что это вообще такое? Значит, адаптер views, это еще называют их контейнерами. Это такие вьюшки, отображения в андроиде, которые на самом деле не имеют никакого своего собственного контента. То есть они ничего не отображают на экране, они пустые. Но внутри них есть какие-то элементы. То есть они являются не просто родителями для своих дочерних вью, а эти дочерние вью как-то внутри них упорядочены и, соответственно, как-то отображаются. Самые распространенные из них это вот грид вью, лист вью и спиннеры. Спиннер это на самом деле не тот, который вот крутится. Да, есть у нас спиннер в андроиде, который крутилка, это прогресс бар такой. А есть другой спиннер, более старый, это который выпадающий список. Он может в двух видах быть, либо как дропдаун такой, либо как диалог всплывающий. Все вот эти вот контейнеры, да, они все отображают какие-то данные внутри себя, которые представлены в виде отдельных вью, да, отдельных элементов. Каждый из этого вью может, в принципе, по-своему отображаться. Вот классический пример — это лист вью. Это, наверное, самый распространенный компонент в андроиде. В любом приложении так или иначе можно встретить какой-нибудь список. И все приложения, как я говорил когда-то, построены сейчас по принципу списка, потому что объем контента большой, на экране смартфона он не умещается, поэтому как-то его надо скролировать. Значит, разделяются они на самом деле на два компонента. Есть вью. Это, собственно, само отображение, то, что вы видите на экране. Как я говорил, само по себе вью, например, у листв вью, оно никак не отображается. Отображаются на самом деле элементы. То, что вот здесь вот у нас в белой части экрана. Это представление, да, просто то, что отрисовывается. А есть вторая часть у них, то есть они не просто контейнеры. Называется она «Адаптеры». Адаптеры выглядят обычно вот так вот. Надеюсь, всем понятно, что это за штука. Это когда у вас разные розетки в разных странах, вам как-то надо обеспечивать свои приборы электричеством. Выступает в качестве метода решения проблемы такой переходник или еще адаптер называется. У них бывают разные разъемы, все, но решают они классическую задачу. У вас есть источник потребления тока и поставщик. И они несовместимы между собой, и нужно какое-то иметь промежуточное звено, которое, собственно, решит проблему. Можно вот так решить, а можно вот так. В андроиде все практически так же само. Как вы представляете себе, вот список, он отображает какие-то данные. Данных у вас может быть, ну, огромное количество, и разработчики андроида не знают, в каком виде они у вас будут в вашем приложении храниться. Поэтому они не могут угодить для всех и сделать какой-то там интерфейс, который будет поглощать любые данные. Поэтому что они сделали? Они сделали такую штуку, как адаптер, и сказали, Вот адаптер. Это такой проводник ваших данных к нашему отображению. И там есть несколько базовых методов. Такие как getView, getCount, getItem, getItemID. Не так уж много методов. То есть число методов очень небольшое, но, собственно, оно решает все основные проблемы. Вью должно, прежде чем отобразить все элементы, например, в списке, знать количество и размер этих элементов. Поэтому очень важен метод getCount. В этом методе вы, как разработчик, должны указать, собственно, сколько элементов у вас в этом вью. Потому что для чего это вообще сделано? Представьте, что у вас список там на тысячу элементов, да, и это картинки. И картинки, как вы знаете, сейчас в высоком разрешении, они занимают достаточно много места в памяти. Скажем, там, один мегабайт легко может картинка весить, а иногда и больше. Сами понимаете, если у нас тысяча картинок там, да, по одному мегабайту, это уже один гигабайт. Это уже очень много. Хотя в андроиде, там, в современном памяти сейчас уже много. Есть некоторые модели даже с шестью, с восьмью гигабайтами оперативной памяти. Все равно гигабайт — это очень-очень много. И самое главное, java.hip вам даже на андроиде не позволит вот такой объем памяти выделить. Там все достаточно лимитировано. Поэтому вью не будет отображать сразу все элементы, а поступит очень хитро. Вызовет метод getCount, узнает, что у вас тысяча элементов. Потом начнет по каждому из них проходить, да, вызывать методы то же самое, что делает обычно какой-то там layout, да, то есть размещение в андроиде. Будет выяснять их layout и их размер, да, сколько они занимают на экране. И понимать, сколько в себя можно вместить. Скажем, это будет там пять элементов. На этом практически вью остановится. Оно иногда чуть больше элементов запрашивает, чтобы был запас, да, на прокрутку. Вот. Но обычно, соответственно, у вас будет обращение только там, скажем, из тысячи к десяти элементам при первом отображении, да, на экране. Вот у вас появился этот список, вам надо отобразить элементы на экране. Остальные, собственно, будут как бы не созданы, просто вью будет знать, что у нас на самом деле не десять элементов, а тысяча. Для того, чтобы потом отобразить каждый из этих элементов, будет вызван метод getView, потому что вот этот вот getView, он создаст вьюшку, которая будет отображать ваш элемент, да, то есть вы, как разработчик, наследуетесь от какого-то из адаптеров, обычно это base-адаптер, в нем реализуете метод getCount, там вы возвращаете число, в методе getView вы возвращаете вью. То есть лист вью, грубо говоря, постучится к вам с позиции элемента, который она хочет, собственно, отобразить, и вы должны его создать, вот этот вью. И вы можете это там несколькими способами, хотите, создавайте внутри кода с помощью там оператора new, хотите, инфлейтите из ресурсов, главное, чтобы вы эту вьюшку вы вернули, и она будет, собственно, отображена на экране. Ну, соответственно, еще нужен иногда два метода, называются они getItemID и getItem, они нужны для того, чтобы различать, собственно, элементы, которые есть, да, потому что, как я говорил, вьюшке могут быть разных типов, для этого нам может пригодиться метод getItemID, чтобы их отличать один от другого. И getItem, собственно, там мы можем реализовать интерфейс, собственно, получения данных, которые относятся к нашему элементу. Вот, и я потом на примере покажу, это будет более понятно. Но, в принципе, два основных метода — это getViewCount и getView. Если у вас все элементы одинаковые, то, в принципе, больше вам и не надо. GetItemID у вас должен, в принципе, всегда возвращать ноль, например, да, потому что, собственно, так вьюшка, вот эта листвью, будет понимать, какой из элементов списка к какому типу вью относится. Если возвращается всегда один и тот же айдишник, например, ноль, она знает, что все элементы одинаковые и может, соответственно, более эффективно работать. Теперь смотрите, как на самом деле это все работает. То есть вот смотрите, вот здесь у вас справа примерно список. Есть, соответственно, элементы, которые отображаются на экране, называются они там visible, например. Тут стрелочкой показано, куда мы прокручиваем, да, соответственно, куда идет перемещение списка. И вот вьюшки, которые у нас за элементами, которые отображаются на экране, как я говорил, их там буквально несколько штук, это так называемые ScrapView, которые вот берутся из списка вот RecyclerView. Что это такое? Лист View не будет создавать на каждый элемент списка отдельную вьюшку, потому что это очень труднозатратно. То есть представьте себе, что вот у вас вот это тысяча картинок. Окей, у вас произошел первый запуск, у вас отобразилось только там 7 из 1000. Хорошо, больше вы памяти не отжираете, но вы начинаете прокручивать список. И вот при каждой прокрутке лист View говорит, ага, у нас есть там 8 элемент, 9, 10, давайте-ка вьюшку еще для них. И вы создаете еще один элемент вью, еще один элемент вью и так далее. И так до бесконечности, пока вы не прокрутите до самого конца. Соответственно, у вас будет создано 1000 вью. Какие-то из них, может быть, там будут уничтожены там сборщиком мусора, но большинство, скорее всего, останутся в памяти и будут занимать ту самую память, что, собственно, очень неэффективно. Поэтому лист View так не работает. Вы прокрутите список, у вас часть первых элементов, которые были там первый, второй, третий, уйдут за границу экрана, и эти вьюшки, они как бы больше не нужны. Они попадают вот в эти грязные вьюшки, так называемые, в Recycler View. Когда вы прокручиваете список, что делает лист View? Она смотрит, а есть ли у меня среди вот этих вот старых вьюшек, ну, подходящие для нового, да, отображения. И говорит, да, у меня есть там что-то с первой позиции или со второй. И в метод вот в этот, который называется в предыдущем слайде GetView, вам туда лист View как бы вставит вот эту вьюшку, да, которую вы можете переиспользовать. И правильное решение будет не создавать новую вью, а, собственно, получить на входе, которая есть, очистить, стереть там данные, которые есть, ну, актуализировать их и, собственно, вернуть эту вьюшку обратно. И получится, что у нас все время, во время прокрутки списка, на самом деле задействовано, ну, там, скажем, 10 элементов, да, там 7 отображается, 10 на самом деле создано всего для отображения. И, собственно, память так не расходуется. За счет этого, собственно, списки работают достаточно эффективно. Вот. Единственное, что лист вью класс достаточно старый. То есть он еще со времен Android 1.5, например. Интерфейс в нем там достаточно устаревший. Нельзя никак, по-моему, регулировать размер вот этих Recycler View, да, то есть тех, которые будут переиспользованы. Потому что иногда бывает, что их не хватает, да, то есть бывают такие случаи, когда у вас очень сложный список, сложные там элементы, какие-то подтипы, и вам вот этих вьюшек не хватает. И этим, к сожалению, управлять нельзя. Поэтому на данный момент я не рекомендую использовать вам ListView или GridView, например. Для этого есть более эффективный класс, называется он Recycler View. Про него я поговорю чуть-чуть позже. Вот эта информация по ListView вам нужна для того, чтобы вы вообще понимали, как адаптеры вью работают. И, скорее всего, вы будете сталкиваться с каким-то там legacy, там, устаревшим кодом, где у вас будет, соответственно, ListView. Первое, что должен сделать нормальный разработчик, это заменить ListView там на RecyclerView, чтобы работало это более эффективно. RecyclerView сам по себе еще и работает просто быстрее, чем ListView. Хотя у него тоже есть недостаток, мы про это поговорим. Но тут, я надеюсь, примерно понятно. Да, есть представление, то есть просто отображение вьюшек, это вью у нас называется, и есть адаптер. Адаптер. Надо понимать, что адаптер не должен как бы сам по себе хранить данные. То есть в идеологии разработки вашей, внутри адаптера не должны храниться данные. Это неправильный такой архитектурный подход. Адаптер должен, грубо говоря, преобразовывать какие-то ваши данные в представление, которое надо для ListView. А сами данные в сыром виде у вас должны храниться в каком-то там кэше, на диске, ну как вы уже их будете хранить в различных структурах. Потому что бывают варианты, когда внутри адаптера помещают данные, помещают очень много кода преобразования этих данных в какие-то разные виды, и у вас адаптер разрастается в очень большого монстра. Это не самый правильный подход. Адаптер должен быть максимально компактным. Основная его задача просто служить, вот как бы, этот паттерн называется медиатор в разработке, да, когда у вас есть некое промежуточное звено. Там есть прокси, еще что-то, но в целом это называется медиатор. Теперь про сами адаптеры. Их на самом деле, вот существует там две штуки. Есть RA-адаптер, а есть Base-адаптер. Вот. И, собственно, RA-адаптер, он унаследован от Base-адаптера. RA-адаптер, он достаточно прост сам по себе, и он сделан для очень-очень простых списков, когда у вас буквально там все элементы, которые хранятся, можно сохранить в каком-то массиве. Да, он, собственно, поэтому называется RA-адаптер, потому что он из массива, из RA-а берет эти данные и представляет их в каком-то виде. Значит, что вам надо сделать, когда вы делаете, соответственно, класс ListView с использованием RA-адаптера? Вы берете какой-то массив элементов, создаете RA-адаптер. В конструкторе ему там необходимо указать контекст, лейаут с элементами списков, да. Во-первых, он требует, чтобы все элементы списка были одинаковые, потому что он будет на каждый элемент накладывать, соответственно, один и тот же лейаут. И вот здесь у вас передаются values, то есть вот этот массив. Дальше вы вызываете у ListView метод SetAdapter. Все, соответственно, ну вот, это унаследованный от ListActivity класс, да, здесь уже есть класс метод OnListItemClick, да, когда вы кликаете по какому-то элементу, и вы можете, собственно, что-то делать при нажатии на элемент. Как видите, количество кода вообще минимальное, то есть, ну тут сколько там, 5-6 строчек кода. Я не встречался, наверное, с тем, чтобы в каком-то таком промышленном коде, ну то есть в нормальном приложении встречался и Реэдаптер. Ну потому что вот он настолько простой, примитивный и настолько негибкий, что использование его, ну, зачастую просто как бы неудобно. В основном он используется, ну, в каких-то примерах. Да, когда вам надо сделать какое-то маленькое тестовое приложение, и у вас количество этих элементов действительно очень небольшое. Вот примерно список, да, который выглядит при использовании вот этого Реэдаптера. Гораздо более распространен, собственно, класс Бейз Адаптер. Это базовый адаптер, и от него обычно разработчики наследуются, когда создают свой адаптер для ListView. Собственно, про его методы мы, в принципе, говорили. Здесь, соответственно, пример, как можно относительно легко, да, там, соответственно, сделать самый простой Бейз Адаптер. Здесь пример как раз с использованием массива, когда у вас константное число данных каких-то. Соответственно, в методе getCount вы вернете размер этого массива. Когда у вас потребуется, там, вернуть элемент, это у вас-то как массив строк, то вы вернете, соответственно, элемент, находящийся в этом массиве, соответственно, getItem. GetItemID вы вернете, там, соответственно, например, position какой-нибудь. И getView, соответственно, вы здесь уже делаете отображение своей viewшки. Тут просто какой-то должен быть код, который у нас не помещается на экране, и мы его просто посмотрим на примере. И еще, кстати, есть здесь интересный класс, называется он ViewHolder. Про него мы тоже чуть позже поговорим, для чего он нужен. Вот. Ну и, соответственно, как идет создание. Потом вы создаете адаптер, заполняете, там, его элементами, например, и восстанавливаете у списка. То есть использование, в принципе, тоже простое. Конечно, обычно никто так не делает. Код гораздо обычно сложнее. Соответственно, где у вас есть какие-то данные, здесь у вас будет ссылка храниться на какой-то источник ваших данных. Предположим, это какой-нибудь класс, вы его назвали, там, storage manager, я не знаю, или что-то в таком духе. У него вы узнаете число элементов. Оно может быть, например, равно нулю, когда вы только запустили приложение. Это нормально, потому что данные у вас еще не загрузились. Вы говорите, что здесь ноль, тогда листвью ничего не отображает, у вас, соответственно, пустой элемент. Потом, скажем, у вас число элементов изменилось, да, во время запуска приложения. Что вы сделали? Вы, соответственно, как-то их загрузили, либо по сети, либо из файла прочли. И, соответственно, данные изменились. Вы у адаптера можете вызвать метод, называется он, notify data change, по-моему, так? Dataset change, да. Вот. И, соответственно, листвью через адаптер понимает, что изменилось число элементов, и он заново вызовет метод вот этот getCount. В нем вы уже вернете не ноль, а, скажем, там, 10 или 20, сколько вы успели прочесть или загрузить. Потом будут вызваны, соответственно, методы getView, там вы, соответственно, создадите эти вьюшки, и листвью отобразится. По мере прокрутки вы можете, например, данные подгружать по сети, да, дальше, или дальше их подгружать из файла, и регулярно, соответственно, вызывать метод там getData, соответственно, notify dataset changed, да, чтобы адаптер и листвью знали о том, что число элементов у вас изменилось, то есть либо оно уменьшилось, либо увеличилось, в зависимости от того, вы удаляете данные или как-то их добавляете. И, соответственно, постоянно листвью будет вызывать этот метод опять getCount, понимать, что число изменилось, и, соответственно, вызывать методы для создания там вьюшек. Вот этот вот класс вьюхолдер, он никак не относится к Android SDK. Это, ну, как бы ваш собственный класс. Как он появился? Вот смотрите. Вот здесь метод примерный, getView, который вернет у вас вьюшку в ваш листвью, да, видите, returnTime.toothView. На входе что мы получаем? Position, то есть позицию, которую мы будем отображать, например, 0, 1, 2 и так далее, да. View, ConvertView. И view-группа, соответственно, родительская view-группа. Вот этот ConvertView, как я говорил, он может быть нул, да, то есть пустым. Это значит, что нету подходящей вьюшки, которую вы можете переиспользовать. Ну, например, это там какой-то будет первый или второй элемент списка, да, еще нету вот этих грязных view. Поэтому он будет нул. Но если он не нул, то, как я говорил, его надо переиспользовать. Вот здесь вот идет проверка, что если он нул, что мы делаем? Мы берем, извлекаем из ресурсов наш какой-то layout, да, вот тут Inflator у нас есть. Потом создаем вот некий вот этот магический класс viewholder. У холдера текст view есть. Мы ему присваиваем вот этой ссылке то, что мы, соответственно, нашли внутри нашего лейаута. У ConvertView мы вызываем метод setTag и передаем туда холдер. Ну, а, соответственно, если у нас вот это ConvertView не нул, да, то есть есть уже. Все, что нам надо сделать, это найти вот этот viewholder внутри viewшки по методу getTag и дальше, соответственно, установить у текст view значение, да, то есть, соответственно, вот эту надпись item1, item2, item3 и return ConvertView, то есть вернуть ее. Как видите, вот здесь вызывается метод findViewById. Я думаю, что вы уже сталкивались и в домашней работе, Кирилл про это, по-моему, писал, о том, что частое использование этого метода, оно драматически сказывается на работе вашего приложения. Вот этот findViewById, если у вас сложная иерархия viewшек, может работать очень медленно. Как вы понимаете, вот этот метод getView, он вызывается в основном UI потоки, да, потому что где мы работаем с viewшками, это UI поток. Соответственно, если мы будем много времени тратить на поиск viewшек внутри иерархии, это у нас будет тормозить. Если у нас элементов много, если у нас несколько списков на экране, отображение таких списков может, собственно, свести на нет все наши оптимизации, и у нас будет реально вот список дергаться при прокрутке. Это может быть за счет вот частого использования методов findViewById. К сожалению, разработчики listView при разработке, да, этого компонента, это не учли. Поэтому андроид-разработчики сами пришли, собственно, вот к такой идеологии, что нам нужен некий еще вспомогательный класс, viewholder, который будет хранить ссылки на элементы, да, viewшки внутри нашего лейаута. То есть вот если у нас есть список, плашка, в нем что может быть? Текст, кнопка, картинка, дополнительный текст, да, уже несколько как бы вложенных в view. Все они необходимо объявить вот в этом классе viewholder. Я сейчас чуть вернусь. Как видите, у нас он здесь очень простой. Тут есть всего одно поле, текст view. Если у вас есть на viewшке еще image view, скажем, и button, вы их тоже сюда, соответственно, помещаете. И после того, как вы извлекли, собственно, вот этот свой лейаут и нашли в нем внутри вот все эти viewшки, вы, соответственно, их ссылки присваиваете у холдера в этих полях. А потом вам этот холдер где-то надо хранить, чтобы его, собственно, находить, потому что к каждой viewшке должен относиться именно свой viewхолдер. И вот у view есть интересный метод, который называется setTag и getTag, да, поставить метку. И он принимает на входе java object. То есть на самом деле любой объект вы туда можете поместить. И разработчики, собственно, придумали, а давайте мы туда будем помещать, собственно, этот viewхолдер, а потом его оттуда вытаскивать. И вот такой механизм, он работает достаточно быстро. То есть вам не надо вот этот findViewById использовать, вызывать много раз. Он у вас вызовется, ну сколько там, раз в 10, да, когда создастся эти viewшки начальные. И все, на этом, собственно, вы успокоитесь. В следующий раз, когда у вас вот здесь будет прилетать уже старая viewшка, все, что вы делаете, это вытаскиваете viewхолдер, и у этих viewшек обновляете данные, и дальше viewшку возвращаете. За счет этого список работает быстро. То есть вот если вдруг вы столкнулись с тем, что вам надо работать с listview, используйте идеологию с viewхолдером, она существенно ускоряет работу ваших списков. Ну, собственно, еще раз можно повторить, да, что список методов очень простой. GetView, GetCount, GetItem, GetID. Все адаптеры наследуются, соответственно, от Base адаптера. Array адаптер, он, соответственно, принимает у вас вот здесь тип T, да, это, соответственно, параметризированный класс. Тут, соответственно, те данные, которые, грубо говоря, вы будете просто отображать. Обычно это там строки какие-то. Ну и еще раз, как все это работает, да, то есть у нас есть грязные viewшки. Это просто, чтобы вы понимали, несмотря на то, что вот второй раз мы это добавили, это не случайно. Несмотря на то, что каждый раз мы с Кириллом рассказываем, как работает listview, очень многие при выполнении там проектов или домашних работ забывают про то, что надо переиспользовать view, да, то есть они каждый раз создают view заново. Это неправильно. Помните, что у вас есть грязные вот эти view, из которых необходимо получать элемент. Вторая ошибка — неиспользование view-холдера. Но есть еще и третья ошибка. Теперь давайте задумаемся о том, что на самом деле вот этих viewшек у нас 10 штук, да, 10 всего, а элементов тысяча. Есть разработчики, которые что делают? Предположим, вы загружаете какие-то данные по сети, и вам их надо будет отобразить на view. Например, это картинка, стандартный подход. Вы, наверное, знаете, когда вы прокручиваете список где-нибудь там в Инстаграме, в Фейсбуке, у вас может быть так, у вас текст уже есть, картинки нет, и там типа либо заглушка, либо какой-то спиннер, да, потому что картинка еще не загрузилась. Это правильно, потому что текст — малый объем данных, картинки — большой объем данных. Что делают разработчики? У них обычно несколько запросов. Текст они запрашивают отдельно, картинки запрашивают отдельно. Текст приходит быстрее, поэтому мы можем начать его уже отображать, а картинки подгружаются. Как только картинка подгрузилась, она устанавливается. Что делают разработчики, которые плохо представляют, соответственно, вот эту систему с viewшками? Они берут, у них есть класс, который, скажем, закачивает картинки, назовем его ImageDownloader. Вот вы в этом методе, сейчас я вернусь, GetView, да, когда вы вот здесь устанавливаете на ваш элемент картинку, например, да, это не текст, а предположим, картинка, вы обнаруживаете, что ее здесь нет, ну, то есть она еще не загружена. Вы сюда вставляете ОК заглушечку, а теперь вам надо вашему Download Manager, назовем его так, там, ImageDownload Manager, скачать, что нам сказать, что надо скачать эту картинку. И вы отправляете запрос, говорите, скачай мне картинку по URL такому-то. А потом вам же ее надо поставить, да, как-то у этого элемента. И что они делают? Они ссылку на вот эту viewшку передают внутрь этого Download Manager, ну, потому что это же очевидно, да, мы скачаем картинку, у нас есть уже viewшка, и мы на нее поставим. Но viewшек всего 10 штук, а картинок у нас тысяча. И когда мы список прокручиваем, у нас загружается очень много картинок, там не 10, а на самом деле сотня, да, они все отправляются на загрузку. И может так произойти, что у вас viewшка, которая была в позиции номер 2, она по мере прокрутки попала в, соответственно, в dirty view, а потом вернулась как элемент 10, и вы для нее тоже загружаете картинку. Теперь представьте, что вы Download Manager сказали, загрузи мне две картинки, одну для элемента 2, одну для элемента 10, а viewшка-то на самом деле одна и та же, да, понимаете? То есть объект один и один тоже, потому что их 10. И на самом деле потом при отображении у вас 10 элемент, отображается картинка номер 2, потому что она первой загрузилась, и у вас, собственно, все ломается. Вот, соответственно, вот про вот это, да, надо не забывать про наличие вот этих грязных viewшек, что у нас их 10 штук, там, ну, там разные, это такое понятие, там, если у вас большой элемент, то у вас может быть и там две viewшки, да, если он там, или три, если один на экране отображается, но можно исходить из этого числа, например. И, собственно, вот эти ссылки нельзя использовать. Что вам надо сделать, когда у вас загрузилась вот эта картинка, да, то есть у вас она подгрузилась? Вам надо вызвать метод у адаптера NotifyDatasetChanged, да, то есть что данные обновились. Тогда, соответственно, адаптер сообщит об этом listView, listView скажет, ага, данные обновились, у нас сейчас на экране отображаются элементы со второго по пятый, она вызовет для этих элементов, соответственно, getView. Вот в этом методе вы уже сходите в ваш кэш-картинок, и она у вас загружена, поставите на эту viewшку, вернете, и у вас отобразятся, соответственно, правильные картинки, правильный текст или что там у вас отображается. Про вот это надо не забывать, потому что тут многие делают ошибки и не понимают, почему не работает. Собственно, вот после всего, что было сказано про listView, да, и с учетом, какие проблемы у нас есть, вот эта идеология с viewholder, был создан RecyclerView. Да, это современный класс, и давайте, наверное, мы про него поговорим после небольшого перерыва. Вроде подошло время, там 5-10 минут перерыв и продолжим. Так, ну что, давайте продолжать дальше. Значит, у нас RecyclerView. Как я говорил, это более современный класс. Значит, как видите, listView, он на самом деле не очень оптимальный. У него есть недостатки. Самый главный – это то, что, во-первых, там не было созданной такой идеологии с viewholder, ну, хорошо ее придумали, но другая проблема, о которой я говорил, как вы слышали, я думаю, часто упоминался метод notify.dataset.changed, да, то есть, когда у нас изменяется количество элементов, мы об этом сообщаем нашему listView. И самое главное, что listView считает, что у нас все элементы изменились, да, а представляете, что у вас на самом деле изменились не все, а только части. И, например, эти элементы, может быть, даже и не отображаются сейчас, а listView все равно начнет фактически фактически обновлять те вьюшки, которые у нас сейчас сохранятся на экране. Это очень неоптимально. Потом listView, как видите, это один базовый какой-то класс. Он отображает просто элементы вот так списком. Ну, как-то вы там можете, конечно, добавлять там заголовки, еще что-то, но это список. Если вам нужна сетка, то уже, соответственно, у вас идет gridView. Это отдельный класс, например, да, то есть зачем-то для этого. Если у вас, например, список какой-то очень хитрый, да, то есть не gridView, а как-то еще по-особому надо элементы расположить, то это вообще вы не можете сделать, и вам надо, соответственно, там вообще самому наследоваться от scrollView и реализовывать очень много. Посмотрев на вот все вот эти проблемы и то, с чем сталкиваются разработчики, в Google сделали вот такую штуку, называется RecyclerView. Он чуть сложнее, потому что внутри это не просто как бы вьюшка, в нем еще есть такой layout manager называется. Этот layout manager связан с адаптером, а адаптер у вас будет, соответственно, с вашими данными связан. Вот этот вот RecyclerView сам по себе, как видите, в нем нету слова, например, список, лист. То есть он не отображает элементы в виде списка, в виде сетки или еще как-то, он не отображает их никак. За это отвечает у него layout manager, отдельный класс, который знает, в каком как бы виде отображать ваши элементы. И это на самом деле очень круто. То есть, конечно, у вас чуть-чуть больше работы появляется, но когда вам надо формировать очень сложные какие-то элементы, это вам облегчает жизнь. Собственно, ну, работает он примерно так же само, как идеология list view вместе с view holder. У вас есть источник данных, у вас есть адаптер, у вас есть там view holder. View holder теперь входят как бы в часть API, в часть интерфейса взаимодействия с RecyclerView. То есть там есть view holder свой, и вы должны, соответственно, от него наследоваться. Это без использования view holder вы не сможете, соответственно, работать с RecyclerView. То есть там даже сложно допустить такую ошибку с его неиспользованием. Но еще там есть, соответственно, Layout Manager. Вот это, например, приведен, как видите, Linear Layout Manager. Ну, очень похож по названию с тем layout, который у нас есть внутри там Activity, например. Это значит, что мы будем элементы располагать в виде списка и вертикально. Соответственно, они будут вот так. Если вы хотите горизонтально, вы, соответственно, указываете тут только горизонтал, и все, у вас уже горизонтальный список. Вы, соответственно, можете на нем в одних из последних, ну, даже не самых, а где-то уже там полгода, может, год, в версиях RecyclerView, там еще есть такая штука, называется Snap Helper. Snap — это как бы к чему-то прикрепляться, поэтому это класс специальный, вспомогательный, который позволяет, ну, как бы закреплять элементы списка за какими-то другими элементами, либо за границами. Для чего это сделано? Вы знаете, наверное, часто популярный такой элемент — это прокрутка таких карточек, да, влево-вправо. Раньше разработчики делали, соответственно, с помощью элемента назывался он ViewPager, он есть по сей день, внутри него хранятся фрагменты, да, фрагменты, вы знаете уже, что это такое, и он их как бы ротейтит туда-сюда. Работает он не очень хорошо, с ним часто бывают разные проблемы, и самое главное, он довольно тяжелый и глючный. Вот его можно легко заменить, используя RecyclerView, где у вас будет один элемент на экране с горизонтальной прокруткой и вот этот Snap Helper, который прикрепляет границы экрана. Все, такую компоновку сделать можно там буквально в три строчки кода. И после этого у вас получается горизонтальный список с такими карточками, которые скроллятся влево-вправо, и они прикрепляются к границе экрана, да, то есть при небольшой прокрутке он хоп, как бы смещается. Это на самом деле очень удобно, и я вам рекомендую, если вы будете делать вот такой элемент у себя, прокручивая список влево-вправо, используйте для этого RecyclerView с Snap Helper, вместо того, чтобы использовать вот этот ViewPager. Он, к тому же, если мне не изменяет память, внутри Support Library V4, ты не помнишь, Кирилл, ViewPager в V4 находится? По-моему, да. И если вы используете, например, Fragment Manager или Support Fragments из V13, они будут несовместимы с ViewPager из V4 совместимы. Ну, то есть там начинается вот этот конфликт библиотек совместимости. Поэтому лучше используйте RecyclerView. Но там есть, например, еще GridLayoutManager. Вы у него можете указать число столбцов, тоже, соответственно, прокрутка влево-вправо, и у вас уже появляется такой список, да, из двух элементов, из двух колонок. Может быть, там несколько колонок, три, например. То есть вам не надо уже отдельно использовать класс типа List, типа Grid, например, а у вас всего один класс для отображения ваших данных и LayoutManager, который управляет, как они будут отображаться. Взяли, сделали список. Захотели, сделали, соответственно, Grid. Если вам надо как-то по-особому распределять элементы, я не знаю, там, по кругу, вы можете сделать это самостоятельно. Вы можете реализовать собственный класс, унаследованный от LayoutManager, и реализовать в нем логику распределения этих элементов внутри RecyclerView. Это, на самом деле, тоже очень удобно. Там еще есть такая штука, называется, как он там, Staggered, по-моему, да? Не, это GridLayoutManager, но здесь еще есть, видите, Span, то есть объединение ячеек, когда вы можете, у вас не просто сетка, да, а некоторые элементы у вас объединены. А еще вот есть такой Staggered, называется он, вы, наверное, видели, раньше в Android Маркете в таком виде отображались, когда у вас разного размера элементы, и они занимают всю область, да, то есть у вас слева может быть вьюшка побольше, справа у вас две поменьше помещаться, то есть они обычно выглядят вот так вот, то есть немножко хаотично, но при этом друг рядом с другом. Вот этот LayoutManager, он, собственно, он так умеет делать, да? А в предыдущем слайде, за что там отвечал последний аргумент, который false? False. Я сейчас не вспомню, можем сейчас на примере посмотреть, я уже вот, честно, не скажу. Ты не помнишь, Кирилл, что там false, последний параметр true-false? Я не помню, честно просто скажу. Сейчас посмотрим на примере, все будет понятно. Вот, но, соответственно, это staggered, он везде там, вот этот false встречается. Теперь смотрите элементы, из которых, собственно, стоит ваш код при работе с RecyclerView. Значит, у вас есть, конечно же, адаптер, как и в случае со списком, да? Он находится внутри класса RecyclerView, то есть это как бы вложенный класс. Как видите, это параметризированный класс, да, то есть из Java. Я надеюсь, вы с этим знакомы. И туда вы помещаете, соответственно, класс, который отвечает за ваш ViewHolder. Вот он у вас. Тут мы назвали его там SimpleViewHolder. Соответственно, когда вы унаследовались от этого адаптера, вам надо переопределить два метода. Он CreateViewHolder и Он BindViewHolder. Всего два. И, соответственно, третий, он GetItemCount. Чуть меньше, соответственно, чем у ListView. Собственно, вот этот класс, вот здесь параметризированный, он нужен для того, чтобы знать, какой объект вернуть вам в методе OnCreateViewHolder и получить на входе в OnBindViewHolder. Соответственно, тут идеология немного меняется от ListView. У вас RecyclerView сначала создаст небольшое число вот этих ViewHolder, да, какой-то их запас, вот, который необходим для конкретной View. Вот здесь есть ViewType, потому что их опять же у вас может быть несколько. Вы их создаете. А когда вам надо отобразить, соответственно, элемент на экране, у вас вызывается метод OnBindViewHolder. И сюда приходит уже, соответственно, холдер и позиция для того, чтобы у вас отобразить элемент, который будет отображаться. Ну и GetItemCount, который вернет число элементов. ViewHolder обычно выглядит вот так. То есть он наследуется от класса RecyclerViewViewHolder. В нем вы также само храните внутри полей какие-то ссылки на ваши вьюшки, скажем, это два текст-вью. Вы можете спокойно реализовать там методы типа там SetTitle, SetText, да, там для того, чтобы установить эти поля. И, соответственно, в конструкторе что вы делаете? Вот этот конструктор, да, он наследуется от базового класса и на входе всегда получает вьюшку, корневую вьюшку, которая у вас будет отображаться. Соответственно, что вы делаете? Вы находите через FindViewByID вот эти ваши поля, да, соответственно, TextView и их здесь в конструкторе устанавливаете. Все, что вам надо как бы сделать. Ну вот, собственно, вот так примерно работает RecyclerView. Дальше вы устанавливаете адаптер и все работает. Сейчас я просто покажу на примере и вы поймете, что это, ну, достаточно удобно использовать. Сейчас так вообще все понятно примерно. RecyclerView на самом деле класс очень полезный и вы будете сталкиваться с ним в каждом приложении, поэтому лучше им пользоваться. Вот, что еще я забыл, кстати, упомянуть. Это то, что, как помните, вот этот, я говорил, метод, он DataSetChanged, который вызывается у списка. Так вот, у RecyclerView вот таких методов, их на самом деле очень большое количество. Он не один. И когда вам надо обновить, скажем, только один элемент, у вас есть метод, например, SetItemChanged, и вы можете указать позицию элемента, который изменился. То есть такой механизм работает гораздо быстрее, как вы понимаете, чем сообщить о том, что все элементы. Потом там есть методы типа ItemInsert, ItemRemove, то есть не просто у вас изменились элементы, а их число увеличилось, да, то есть добавился еще один, или уменьшилось, а один удалился. И на вот эти действия можно еще вешать анимации. Вы, может быть, видели даже, когда вы пользуетесь Android-приложением, что при прокрутке у вас, при обновлении списка, у вас они как бы красиво там исчезают, появляются эти элементы. Это сделано как раз за счет анимации. Вот, и Кирилл вот мне сегодня рассказал, я с этим еще не сталкивался, что в комплекте еще с RecyclerView в Support Library сейчас идет, называется штука DiffUtils, да, специальный вспомогательный класс, где вы можете с помощью него сравнить две коллекции, предыдущую, которая у вас старая, и новая. Он, соответственно, делает вот этот Diff, вы скармливаете полученные данные в RecyclerView, и он, соответственно, все элементы с использованием всех анимаций добавляет, удаляет, в общем, обновляет на экране, работает как магия. Приложение старое, мы с ним уже знакомились на второй лекции, там, в принципе, вы видели, наверное, список. Значит, он простой. Значит, что у нас есть? У нас здесь есть где-то ListView. Значит, ListView, который отображается, да, там, в списке, вот так, с помощью массива. То есть, самый простой пример. Сейчас посмотрим, как это сделано. Ну, как видите, код очень простой. У нас есть наше Activity. В Activity у нас есть какой-то лояут. Сейчас мы его откроем. Эть, текст. Вот. То есть, это обычный лояут, и в нем ListView, который занимает всю область, соответственно, нашей Activity. Соответственно, что мы делаем? Из ресурсов, которые у нас есть прям вот в Strings.xml, да, такой массивчик со строчками, мы вытаскиваем наши строки. Вот они у нас есть здесь в виде Strings.array. Дальше мы находим наш ListView. Дальше создаем ArrayAdapter. Скармливаем его контекст. Лояут элементов, да, ID-шник. Вот этот ID-шник для чего он нужен? Чтобы связать внутри лояута каждого элемента текст, да, который у нас будет отображаться. То есть, вот, AdapterView, надо знать, соответственно, текст вот из этого массива присвоить к каким элементам. Да, и для этого у нас здесь используется вот этот ID, который элемент текст. Потому что вот сам лояут, как видите, вот этого элемента, тут есть ImageView, картинка с стандартным там андроидом, и TextView. Вот у него, соответственно, вот этот ID-шник, элемент текст, и мы его сюда вот скармливаем. После этого мы устанавливаем SetAdapter. И все. Собственно, на этом, как я говорил, вся работа заканчивается, а у нас уже есть список, и он как-то работает быстро, в принципе, хорошо. Но это удобно только в том случае, если у вас какой-то константный список, когда вы уверены, что у вас вот такой вот массив, обновляться он особо не будет, и он где-то у вас хранится в таком виде. Теперь смотрите, что у нас там. Здесь еще есть ListViewBaseAdapter. Ну, все то же самое, только, как видите, тут в шахматном таком порядке, в юшке одна серенькая, другая беленькая. Чем это, собственно, отличается? Давайте смотреть. Тут уже кода чуть-чуть побольше. Значит, у нас есть также Activity, унаследованное от обычной Activity. У нас есть такой же самый ListView, да, ничем от предыдущего не отличается. Мы загружаем также само список в массив, но дальше, соответственно, мы вот этот массив передаем в какой-то адаптер. Вот он, соответственно, унаследованный от BaseAdapter. Что он делает? Во-первых, он хранит внутри себя поле контекст. Сейчас посмотрим, для чего это надо. И, собственно, вот этот массив с пришедшими именами. Соответственно, вот у него конструктор, мы получили контекст, мы получили, соответственно, этот массив. Ну, добавили, да, сюда его. Дальше. Когда вызывается метод GetCount, мы вернули, соответственно, размер массива. Когда нам нужен элемент, соответственно, GetItem, мы возвращаем, соответственно, вот этот сам элемент. Как видите, это класс Object. Мы вернуть можем все, что угодно, что у нас хранится в наших данных. Ну и, собственно, ItemID, ID-шник этого элемента, обычно это, ну, позиция. Теперь, собственно, метод GetView, который, собственно, на входе получает, да, вот эту позицию, где нам надо отобразить элемент, ConvertedView и ViewParent. Что мы делаем? Мы получаем, соответственно, через метод GetItem, вот это, да, вот эту строчку, которую надо отобразить. Вот она у нас здесь. Дальше мы берем там класс ViewHolder наш. Что мы делаем? Ну, как я рассказывал при слайдах, у нас есть какой-то ConvertedView, он нул. Соответственно, ничего нет еще. Мы его инфлейтим, для этого, собственно, нам нужен контекст. Для инфлейтера требует контекст для извлечения ресурсов, поэтому нам его надо было получить в конструкторе. Соответственно, мы указываем layout для этого элемента. Он у нас такой же, как и раньше, простой. ImageView и, соответственно, текст. Потом мы создаем ViewHolder, соответственно, присвоиваем TextView, вот TextView внутри layout и устанавливаем метку, ну, как все было рассказано. Потом единственное отличие – это то, что у нас мы смотрим там позицию, и каждую, соответственно, там четную, нечетную позицию мы выставляем разные цвета. Там либо беленький, либо вот такой серенький цвет. Все, больше мы ничего не делаем. Вот, собственно, такой простой класс, и он реализует все необходимое, чтобы у нас отображался такой список. Ну, как видите, здесь уже, да, больше простора для творчества. У нас уже, соответственно, мы можем здесь как-то по-особому хранить ссылку на наши элементы. Это может быть не массив, а какой-то источник данных. Соответственно, размер может быть переменным и так далее. Вот, это все, о чем говорили. Теперь давайте посмотрим пример с RecyclerView. Он, в принципе, такой простой, да, тоже какой-то элемент с списками. Значит, когда мы нажимаем на элемент, у нас что-то происходит. Значит, здесь у нас, к сожалению, не было реализовано, да, ничего. Сейчас вернемся, давайте вот к ListView. Я забыл показать. Значит, когда вам надо указать, у вас есть список, и вам надо реагировать как-то на нажатие, вы у ListView, set on item click listener, есть метод, вы пишете. И, соответственно, у вас вот здесь такой коллбек, да, который будет вызываться, когда пользователь нажимает на один из элементов. Да, он, соответственно, для всего ListView, а на входе у вас, вот, собственно, адаптер View, Viewшка и позиция, на самом деле, элемента, которая, соответственно, на которой произошло нажатие. Если мы переключимся, вот, где там был этот RecyclerActivity, да, то основной недостаток RecyclerView от того, что, собственно, там нету такого метода типа set item, там, click listener, да, потому что само RecyclerView работает по-другому. Там у каждого элемента нужно свой вешать click listener, то есть, ну, как на кнопку какой-нибудь и так далее. Сейчас покажу, как это делается. Значит, смотрите, вот наш RecyclerActivity какой-то. Здесь даже RecyclerView я не нахожу нигде не в layout, вы можете его создать просто, да, через конструктор. Создаете, устанавливаете адаптер, устанавливаете layoutManager и вызываете, например, метод setHasFixedSize. Для чего он сделал? Очень редко, когда у вас не сами элементы внутри RecyclerView, а сам элемент RecyclerView будет изменять свой размер. Обычно он стандартного размера, большую часть жизни он обычно вообще заполняет весь экран, да, и внутри него. Ну, бывают такие случаи, когда у вас там все-таки RecyclerView не всю activity занимает, а только там верхнюю или нижнюю часть, неважно, но обычно он как бы одного размера за все время работы приложения. Вот этот метод setHasFixedSize сообщает RecyclerView, что его размер, не размер элементов, а его размер изменяться не будет. И внутри делаются определенные оптимизации, и работает он так существенно быстрее. То есть, если этот метод не вызвать, он может работать чуть медленнее, потому что RecyclerView будет предполагать, что он может изменить свой размер, и, собственно, иногда будет работать не так эффективно, не так быстро. Но зато он может это делать, изменять свой размер. Все, давайте посмотрим, соответственно, как у нас все сделано в адаптере. Видите, он называется ClickRecyclerAdapter, и ему зачем-то передается, во-первых, инфлейтер, а зачем-то еще ссылка на себя. Почему? Как вы видите, вот этот RecyclerActivity, он implemented interface. Я вот его назвал ClickRecyclerAdapter, он item click-listing. Вы его можете создать сами, можете завести какой-то свой, еще другой. Собственно, он очень простой. Там есть всего один метод, он item click. Для чего это сделано? Это для того, чтобы реализовать вот эту похожую работу со списком, когда у нас есть всего один callback, который срабатывает на нажатие всех элементов. И на входе у нас здесь вьюшка и позиция. Соответственно, все, что мы делаем, это отображаем вот этот тост. И тогда у нас получается, да, при нажатии, вот, это всплывающее нажатие. Теперь давайте этот адаптер посмотрим. Ну, как видите, он наследуется вот от SimpleRecyclerAdapter. Это на самом деле не из RecyclerView, да. Это на самом деле тоже наш класс, который более сложный. Мы к нему еще перейдем. И, соответственно, он имплементит интерфейс вью-он-клик-листинер. Сейчас посмотрим, для чего. Что в нем происходит? В конструкторе все, что мы получаем, это ссылку на объект, который будет обрабатывать нажатие и, собственно, передает LayoutInflator базовому классу. Для чего это надо? Чтобы, собственно, базовый класс мог инфлейтить нужную вью-шку. Соответственно, дальше что у нас происходит? Там, где у нас CreateViewHolder, что мы делаем? Мы создаем класс ViewHolder и, соответственно, устанавливаем вот этот вот, видите, ItemViewSetOnClickListiner. Любая вью-шка, в данном случае, это просто обычный вью. Вот у вью-холдера базового, который из RecyclerView, у него всегда есть одна вью-шка. Это корневая вью вашего элемента. Собственно, называется этот элемент ItemView. Вы к нему можете получить доступ и вызвать у него метод SetOnClickListiner и поставить, соответственно, себя как клик-листинера. В этом методе все, что мы делаем, это у вью-шки получаем позицию через метод GetTag и, соответственно, вызываем дальше, да, наш класс. Когда у нас будет вызван метод BintViewHolder, вот здесь вот он у нас, все, что у нас здесь произойдет, это вот установится вот эта вот позиция, да. Ну, для чего это сделано? Этот класс, на самом деле, просто реализует нажатие на элементы, да, то есть он не реализует логику отображения данных, потому что отображение у нас чуть-чуть уровнем ниже. Значит, у нас здесь есть вот этот класс SimpleRecyclerAdapter. Внутри него есть массив с нашими элементами. Ну, соответственно, это просто какой-то константный массив. У вас может быть все, что угодно, то есть откуда угодно получатся эти элементы. Есть, соответственно, инфлейтер, который нам в дальнейшем пригодится, который мы, соответственно, создаем. И что мы дальше делаем? Когда у нас вызывается метод, он createViewHolder и приходит сюда ViewType, что мы делаем? Мы получаем, соответственно, наш инфлейтер, инфлейтим лайаут для нашей вьюшки и, соответственно, создаем наш ViewHolder. Ну, если мы там не нашли ссылку на инфлейтер, значит, у нас все плохо. Там, где у нас вызывается метод onBindViewHolder, что мы делаем? Мы, соответственно, устанавливаем текст и тайтл, да, потому что вот этот вот лайаут, он состоит у нас там из двух текст-вью, которые вот видно у нас на экране, да, как бы заглавная буковка и какой-то текст, который рядом друг с другом. Соответственно, это тайтл, это текст. Когда, соответственно, нам надо этот текст какой-то отобразить, соответственно, мы его и устанавливаем. Берем, вот, соответственно, из нашего элемента и устанавливаем текст по позиции, а здесь устанавливаем первую букву. А этим каунт вернет нам, соответственно, число этих элементов. Все. Дальше у нас идет ViewHolder. Он очень простой. Соответственно, он наследуется от базового класса RecyclerViewViewHolder. Соответственно, у него там есть методы setText, setTitle. В методе, соответственно, в конструкторе на входе он получает корневую view, которую он скармливает базовому классу. Можно посмотреть, да, если у нас сейчас вот дешифрирует Android Studio, то можно посмотреть, что, соответственно, вот этот item view, который мы уже там использовали, он, соответственно, назначается входящей вьюшке. Все. И дальше все, что мы делаем внутри вот этой view, item view, мы находим наши title, наш текст и их устанавливаем. Ну, вот, собственно, вот это все использование RecyclerView. О чем еще можно сказать? Сейчас. Как вы видите, вот этот элемент, вот этот layout, он отвечает за элемент, вот этот плашечку. И здесь есть очень интересная штука, называется Android Background, то есть фон у этого элемента. И он довольно, как вы видите, странный. Называется он Android Outer Selectable Item Background. Для чего это надо? Дефолтные элементы у RecyclerView, у них нету анимации нажатий. То есть если вы по нему тыкаете, как бы для пользователя ничего не происходит. Когда у вас происходит вот этот сполох, он называется Ripple Effect, когда вы нажимаете на элементы, он расходится. Он есть внутри Android ресурсов. И называется, собственно, он вот так вот Selectable Item Background. Ты не помнишь, с какого, с 21-го он появился, API? Или раньше? С 21-го. К сожалению, если у вас Android API младше Android версии 21, то вам этот Ripple надо реализовывать как-нибудь другим способом. Их на самом деле там есть несколько способов, как реализовывать. Если вам будет интересно, в дополнительных материалах я выложу ссылку, где приводится несколько примеров. Но вот это один из стандартных подходов, когда у вас, собственно, он доступен. Вы можете его просто назначить в качестве бэкграунда. Без него у вас будет оставаться эффект, что как будто вы не нажимаете на элемент. Просто вот это продавливание не будет. Можно попробовать, например, баттон поставить, да, как корневую вьюшку, и назначить ему как определенный стиль, и будет вам продавливание вот этой кнопки. Ну, это специфичный подход, но он, в принципе, тоже работает. Это то, что вот надо помнить. Про то, что RecyclerView не реализует никакие механизмы нажатия на элементы, то есть нет какого-то стандартного коллбэка. То есть у вас будет, соответственно, ваша вьюшка, да, вы ее инфлейтили из-за ресурсов, и, соответственно, назначили ей какой-то кликли с ними. И там не будет и анимации, и, собственно, нажатия. Вот. Можно попробовать там, я не знаю, там сделать, быстро поменять. Вот здесь вот там какой-нибудь Linea Layout Manager можно на Grid Layout Manager, да. Вот. Соответственно, у него, что мы там получаем на входе? Дыс и количество элементов. Попробовать это перезапустить и увидеть, чтобы очень быстро у нас все меняется на сетку. Вот. То есть это один из преимуществ использования RecyclerView в том плане, что если вдруг в ходе разработки вашего приложения у вас поменялись продуктовые требования, и у вас элементы надо отображать как-то по-иному, вы это можете сделать достаточно быстро. Не обязательно даже в виде сетки. Может быть, у вас появится какой-то хитрый layout, вам надо будет его сделать самому, но у вас не надо менять очень много кода, да. Вам все, что надо сделать, это обеспечить нужный Layout Manager. Как я говорил на первой лекции, основная сложность разработки, а это не столько написание самого кода, сколько поддержка и сопровождение. Это видоизменение вашего приложения. Чем меньше вам потом надо менять кода, тем меньше вероятность допустить каких-то новых ошибок, и тем проще потом тестировать ваше приложение. Поэтому, чем более гибким является ваш элемент, с которым вы работаете, тем он дает вам большую свободу его потом легко менять по компонентам. RecyclerView в этом плане гораздо удобнее, чем вот эти старые вьюшки, которые были каждый сам за себя. И вам надо менять гораздо меньше кода, чем вам менять какие-то классы. Так, что у нас там запустилось? RecyclerView. Ну вот, как видите, он уже в виде такой сеточки отображается, буквально там одна строчка. Ну, по RecyclerView это, наверное, все. Какие-то вопросы есть? Так, и сейчас у нас будут сервисы, а после сервисов мы поговорим про какие-то плановые операции, планирование, запуск по таймеру, и вообще какие инструменты есть для того, чтобы эти задачи решать. Так, ну, сервисы. Узнаем, что такое сервис, чем он отличается от потока, и вообще есть ли какое-то общее понятие между сервисом и потоком. Какие разновидности сервисов бывают в андроиде, и, собственно, как с ними работать, что такое IDL. Вот, но про сервисы мы уже упоминали не один раз, наверное, в рамках наших предыдущих лекций. Сервис — это специальный компонент, который не предполагает пользовательского интерфейса. Он также, как и Activity, Broadcast Receiver и Content Provider должен быть объявлен в манифесте. Для него специальное ключевое слово — сервис. И он предназначен для того, чтобы делать какие-то фоновые операции. Ну и, соответственно, те операции, с которыми пользователь не должен непосредственно взаимодействовать UI, как правило. Что важно обязательно знать про сервис, это то, что сервис работает в основном в потоке приложения. То есть сервис, он не запускается в отдельном процессе и не создает отдельных потоков, если это не специальный сервис, либо если вы не указали обратное в манифесте. Это довольно частая ошибка, ввиду того, что есть путаница между понятиями фоновый поток и операция, которая не требует пользовательского взаимодействия, и, собственно, какие-то worker-треды и треды, которые… ну, не UI-треды. Так вот, сервис и все методы резинового цикла сервиса, они выполняются в UI-потоке. Поэтому если не заботиться выделением и созданием дополнительных worker-тредов и бэкграундных потоков, то, собственно, вы нагрузите UI, и тем самым у пользователя будет очень негативный эффект от того, что UI работает плохо и медленно. Для того, чтобы объявить сервис, существует специальное ключевое слово «сервис». Соответственно, вы указываете в манифесте «сервис», и единственный обязательный атрибут — это «name». «Name» — это, собственно, имя класса, который реализует, собственно, сервис в Android. Остальные атрибуты являются необязательными. В частности, вот есть важные атрибуты, такие как «enabled» и «exported». «Enabled» — это, собственно, атрибут, который включает или выключает этот компонент в рамках вашего приложения. «Exported» — это атрибут, который определяет, доступен ли этот сервис для запуска из других приложений. Сервис, как и Activity, запускается, может быть запущен с помощью интента. И любое приложение может послать интент, собственно, и любое приложение, ну, пользователь в другом приложении может так и сформировать интент, и ваше приложение может его перехватить. И для того, чтобы не запускать ваш сервис посредством интентов из других приложений, вы можете запретить ограничить видимость этого сервиса своим, собственно, приложением. Также является плохой практикой настройка интентов, интент-фильтров на сервисы, ввиду того, что как раз под эти фильтры могут попасть интенты от других каких-то приложений, и таким образом произойдет нежелательный запуск вашего сервиса. Сервис, как правило, запускается ливдоявными интентами, то есть указывается имя класса, и, собственно, явным образом запускается сервис. Либо, если мы используем какие-то интент-фильтры, нам необходимо указывать явным образом пэккедж для этого интент-фильтра, чтобы как раз обезопасить наш сервис от запуска из каких-то других сторонних приложений и, в общем, каких-то нежелательных запусков нашего сервиса. Также про атрибут про permissions мы говорили на одном из прошлых занятий. Вот атрибут process — это возможность запустить сервис в другом процессе. Что это значит? Это значит, что для нашего сервиса создастся отдельный процесс, и для него, соответственно, будет выделен отдельный объем памяти, и у него появится чуть больше ресурсов, то есть он не будет делить эти выделенные ресурсы непосредственно с процессом нашего приложения. Также это вам поможет оставить сервис работающим, например, если в вашем приложении произойдет какая-то критическая ошибка, и ваше приложение будет остановлено, либо оно будет остановлено и вытеснено из памяти, там, в зависимости от условий освобождения ресурсов ресурс-менеджера. Соответственно, ваш сервис продолжит работать, так как это изолированный процесс, и он, возможно, не попадет под ограничения, либо переживет остановку и критическую ошибку внутри вашего приложения. У сервисов, как и у всех компонентов, есть свой жизненный цикл и, соответственно, callback этого жизненного цикла. Они различаются от типов сервисов, о них мы сейчас поговорим. Собственно, бывают два типа сервисов в Android. Это запущенные сервисы или started-сервисы и привязанные или bound-сервис. Отличаются они, собственно, способом запуска. Started-сервис запускается командный start-сервис, bound-сервис запускается специальной командой bind-сервис, и тем, как с ними вы взаимодействуете как пользователь. Started-сервис — это сервис, который выполняет какую-то операцию и должен быть завершен без получения каких-то данных из него. Например, вы хотите отправить какой-то запрос на сервер без желания получить какой-то фидбэк. Вы запускаете started-сервис, он выполняет свою операцию и завершается. Bound-сервис или привязанный сервис — это сервис, с которым вы хотите взаимодействовать, либо кто-то другой хочет взаимодействовать с вашим сервисом, вызывая какие-то методы и получая какие-то результаты из вашего сервиса. Вот эта привязка, она определяется некоторым интерфейсом, и с помощью этого интерфейса определяются методы и, собственно, результаты, которые будут возвращены в результате работы этого сервиса. Отличаются и жизненные циклы сервисов. Если мы говорим про started-сервис, то started-сервис будет жить до тех пор, пока на нем не вызовут метод stop-сервис, либо внутри этого сервиса он сам не остановится посредством вызова метода stop-self. Bound-сервис живет до тех пор, пока к нему есть вот эти привязки, когда к нему есть клиенты, которые на нем вызвали bind. Когда последний клиент вызовет unbind-сервис, тогда такой сервис остановится. Интересно, что сервис может быть одновременно и started, и bound. То есть мы можем запустить сервис методом start-сервиса, затем привязывать к нему клиентов, получая какой-то интерфейс взаимодействия. Таким образом, сервис будет иметь возможность взаимодействовать со своими подписчиками и при этом не останавливаться, если подписчиков у него нет. Но, как правило, такой подход является не очень рекомендуемым, ввиду того, что сервис все-таки должен решать какую-то локальную задачу, и нужны веские причины для того, чтобы сделать сервис и bound, и started. Вот, если вам вдруг это понадобилось, подумайте, возможно, у вас слишком много обязанностей у этого сервиса, и их можно как-то разделить. Что касается жизненных циклов. Когда сервис создается, то как у activity, у них существует метод, в котором сервис инициализируется, это метод он create. Там вы создаете и инициализируете все компоненты, с которыми будет работать ваш сервис. Если это, например, работа с базой данных, то вы там инициализируете подключение к базе данных. Если это какое-то, возможно, сервис, я знаю, здесь вы конфигурируете HTTP клиенты, ну, создаете файлы, в которые вы будете, возможно, писать. Далее вызовы жизненного цикла у bound и started сервисов отличаются. Если мы говорим про started сервис, то вызывается метод onStartCommand. Если мы говорим про bound сервис, то вызывается метод onBind. После этого метода, соответственно, сервис начинает свой active, он вступает в active phase. И bound сервис после отбинда клиента вызывает callback onUnbind, соответственно. При остановке сервиса вызывается метод onDeploy, в котором вы, собственно, должны освободить все ресурсы, которые вы использовали, отпустить базу данных, если вы с ней работали, ну, и остановить все потоки, которые вы создавали внутри вашего сервиса. Так, ну, чуть подробнее про метод startCommand, onStartCommand. Метод onStartCommand возвращает int-овое значение. Это непроизвольное значение. Это значение принимает одно из трех констант startSticky, startNonSticky и startDeliverIntent. Что это за константы и вообще для чего они нужны, и какое у них значение? Когда сервис, стартед сервис, работает в системе, собственно, во время жизненного цикла его, его приоритет как процесса постепенно понижается, если он не запущен с каким-то, не работает с активным компонентом, либо у него нет нотификации. И в конце концов он может быть по каким-то причинам системой остановлен. И система может его перезапустить. Так вот, как раз стратегии перезапуска определяются вот этими вот константами. Если мы запускаем сервис, возвращаем, значит, константу startSticky, то он startCommand, то каждый раз, когда сервис восстанавливается, он будет перезапущен. Если мы используем константу startNonSticky, то он остановится и, в общем-то, больше не запустится. Если у нас команда startDeliverIntent, то сервис не только перезапустится, но и получит заново интент, с которым мы этот сервис перезапускали. То есть, если мы делали интент и добавляли туда какие-то параметры до запуска этого сервиса, то вот в третьем случае мы получим этот же интент с теми же параметрами, с которыми мы этот сервис изначально запускали. Еще один важный метод — это метод startForeGround. Это метод, который позволяет повысить приоритет нашего сервиса, таким образом понижая вероятность того, что он будет остановлен в результате сокращения каких-то ресурсов системы. И startForeGround, он добавляет специальную нотификацию пользователя. Если вы обращали внимание, в Toolbar есть какие-то вот значки, которые там, иконки, которые ведут в какие-то приложения. Также работают нотификации. Когда приходит push, у вас появляется какая-то нотификация. Или когда включается геолокация, там появляется специальный символ. Вот это как раз оповещает пользователя о том, что какое-то приложение работает в фоне. То есть у него нету непосредственно активной UI-части, не запущена никакая activity, но приложение при этом работает. И вот как раз startForeGround, он позволяет, вот здесь есть объект notification, который туда передается, соответственно, он позволяет выставить вот эту нотификацию. И когда сервис использует вот этот метод startForeGround, вызывает метод startForeGround с этой нотификацией, то сервис считается с наивысшим приоритетом, как будто он работает непосредственно с UI-пользователя. И у таких приложений, у таких компонентов сервисов, соответственно, наивысший приоритет. И очень маловероятно, что они будут остановлены, либо у них будет понижен приоритет, который приведет к его остановке. С выходом Android O, вот Android 8, последняя версия операционной системы, политика работы с фоновыми сервисами значительно ужесточилась. И если сервис выполняет какую-то работу в фоне и при этом не имеет никакой нотификации, либо нет к нему привязанных клиентов, у которых есть активный UI, то в течение очень ограниченного короткого интервала времени этот сервис будет остановлен. То есть такая история была изначально довольно давно у iOS, что они не могли запускать какие-то фоновые потоки, потому что при выходе из активного окна приложения их процесс и сервисы останавливались. Теперь то же самое пришло и в Android. Соответственно, если мы никак не оповещаем пользователя, либо скрываем UI, то система будет останавливать все наши фоновые потоки и, собственно, сервисы. И для того, чтобы избежать этого и сохранить работающий бэкграундный сервис нам, поможет в каком-то случае как раз вот этот Set for Ground, Start for Ground с нотификацией. И таким образом мы сохраним какую-то работоспособность в бэкграунде и при этом будем нотифицировать пользователя о том, что наше приложение работает, и он сознательно будет воспринимать именно этот кейс, что приложение все-таки запущено и что-то в фоне делается. Сделано это как раз для того, чтобы пользователь максимально контролировал то, что происходит в его операционной системе в тот момент, когда приложение не запущено. Для того, чтобы создать сервис, нам необходимо отнаследоваться от базового класса сервис. В общем-то, схема примерно такая же, как и с Activity и вообще со всеми компонентами Android. Вот как мы рассказывали на первой лекции, Android устроен таким образом, что все операции с этими объектами происходят на уровне фреймворка, а мы получаем callback. И так как сервис — это такой же компонент, как и Activity, он также получает какие-то callback от системы в процессе создания этого компонента, запуска и готовности его взаимодействия с нами как клиентами этого фреймворка. И нам необходимо реализовать несколько методов. Соответственно, методы onCreate, onStartCommand, onDestroy и onBind. Есть еще метод onOnBind, если мы используем BoundService, но вот его в этом списке нет. Обязательным является метод onStartCommand. Остальные вроде необязательные, насколько я помню. И onBind, по-моему. Соответственно, в onCreate, если необходимо, вы его переопределяете и инициализируете компоненты. Ну, здесь тоже onStartCommand вы получаете intent, с которым сервис запустили, и, собственно, выполняете какие-то действия и конфигурируете какие-то операции, которые должны выполняться, собственно, в рамках этого сервиса. Вот это intовое значение как раз одна из тех трех констант, про которые я говорил. Способ перезапуска сервиса в случае его остановки. OnDestroy — здесь вы, собственно, освобождаете ресурсы, которые этот сервис использовал. OnBind — я чуть расскажу позже про Bound сервисы и что это за интерфейс такой iBinder, который он возвращает. Если вы используете стартед сервис, то и не хотите, чтобы пользователь, который создает этот сервис, получал какой-то интерфейс, достаточно вернуть null, и он будет считаться стартед сервисом. Особый вид сервиса, который платформа для нас предоставляет, — это intent-сервис. OnBind — это упрощенный механизм запуска фоновых задач именно в бэкграунд-потоке с помощью инструмента сервис. Если мы посмотрим на метод onStartCommand, то он выполняется в UI-потоке. Здесь же есть специальный метод onHandleIntent. Так вот, вот этот метод onHandleIntent, он уже выполняется вне UI-потока, в специальном бэкграундном потоке. И здесь вы можете смело оперировать какими-то длительными и тяжелыми операциями, работать с базой данных, работать с сетью. Это никак не повлияет на работу вашего UI. Intent-сервис, он для того, чтобы его создать, также необходимо отнаследоваться от специального класса Intent-сервис и реализовать почти те же методы, кроме метода onStartCommand, потому что вместо него есть метод onHandleIntent. Соответственно, если мы посмотрим на реализацию Intent-сервиса, то там мы увидим, что в onStartCommand создается отдельный поток, из которого вызывается метод onHandleIntent. Вообще, под Intent-сервисом лежит некая очередь вот этих вот интентов, и каждый раз вызывая старт-сервис с интентом для Intent-сервиса, мы будем в методе onHandleIntent в одном потоке фоновом обрабатывать входящие интенты. Когда очередь интентов станет пустой, этот сервис остановится. Важно понимать, что если мы используем этот Intent-сервис и вызываем несколько старт-командов с разными интентами, у нас будет работать один фоновый поток, и интенты будут обрабатываться последовательно. То есть если нам нужна параллельная обработка этих интентов, то, возможно, нам надо применить какой-то другой инструмент, либо использовать разный Intent-сервис. Баунт-сервисы. У нас причем довольно мало про баунт-сервисы. Второй тип сервисов — это баунт-сервис, и метод bind, давайте вернемся чуть назад, вот метод onBind, он возвращает специальный интерфейс iBinder. Вообще все взаимодействие компонентов в Android происходит через специальный инструментарий, который называется Binder. Все компоненты, сервисы, Activity, Content Provider и Broadcast Receiver, они все взаимодействуют через Binder. Приложения также работают через Binder. Это инструмент межпроцессного взаимодействия в Android. Так как сервис сам по себе может работать в отдельном процессе, и он является компонентом, как раз основным компонентом операционной системы, то он также с другими компонентами взаимодействует через этот механизм баундера. И для того, чтобы реализовать взаимодействие и вот этот интерфейс вызова и обращение к сервису от клиента, нам также необходимо в каком-то виде получить доступ к этому баундеру. И как раз для этого существует метод OnBind и, собственно, возврат этого интерфейса iBinder. Его реализация, она довольно низкоуровневая, она вся находится в нативном коде. Сам механизм реализации у этого баундера, он тоже достаточно интересен и отличается от всех традиционных IPC, которые есть в Unix-системах. Для того, чтобы упростить нам работу с этим баундером, в андроиде существует специальный инструмент IEDL — это Android Interface Definition Language. Это специальный инструмент, специальный язык, который позволяет нам описать какие-то сущности, которые мы сможем передавать с помощью компонента Binder. Платформа для нас сгенерирует сериализаторы и десериализаторы этих объектов. Вообще таких подходов в мире существует множество. Если, возможно, вы слышали, есть различного рода протобав, трифт, инструменты, которые на основе какого-то писательного языка позволяют сгенерировать объекты для конкретного языка программирования и инструменты сериализации и десериализации этих данных в какое-то бинарное представление для передачи, например, по сети или сохранения куда-то в файл. Здесь, собственно, происходит то же самое. Есть вот этот писательный инструмент IEDL, который в специальном синтаксисе, похожем на Java и C подобный, ну, C подобный синтаксис, описать некие сущности, которые представимы в виде сериализованных данных, которые могут быть записаны в Parcel. Parcel — это специальный контейнер, в котором передаются бинарные сериализованные данные через Binder. Собственно, вот в методе onBind вы можете возвращать специальную реализацию, сгенерированную реализацию IEDL-интерфейса, которую, собственно, нам представляет платформа. Звучит, наверное, достаточно запутанно. Но я покажу на примере, как это работает. Там все не так страшно, как кажется. IEDL-файлы — это специальные файлы. У них свое расширение. Они именуются имя файла .idl. Опять же, там Java-подобный синтаксис, но это не совсем Java. И там есть специальные конструкции, которые характерны непосредственно в контексте межпроцессного взаимодействия. Также есть ограничения на использование типов, которые могут использоваться в качестве объектов при передаче данных между компонентами. Это примитивные типы и такие типы, как list, string, realist, по-моему, там может быть. Все, что может быть записано в bundle, так как все это может быть парселизовано и передано в parseable контейнере. Давайте я буду меньше говорить и больше показывать, как оно работает. И сейчас я покажу инструменты intent-сервиса и взаимодействие с bound-сервисом посредством IEDL-интерфейса. Вообще этот binder и IEDL-интерфейс — это вещь, с помощью которой вы можете реализовать любое взаимодействие в Android с любыми компонентами, потому что оно все через него работает, и все вот эти вот удобные start-activity for result и там работа с контент-провайдерами, все это внизу является собой взаимодействие с binder в том или ином виде. Это бинарные сериализованные данные, и, соответственно, поверх них вы можете написать свои IEDL-интерфейсы и организовать взаимодействие полностью руками без использования фреймворк-методов. Вот, и, ну, это на самом деле круто. Вот, наше старое знакомое приложение. У нас есть два сервиса здесь. Я думаю, можно сначала посмотреть на манифест. Вот, и у нас они объявлены. Внизу два сервиса. И, как я уже говорил, единственный обязательный атрибут у них — это name для того, чтобы фреймворк, который будет запускать наше приложение, и package-менеджеры, они смогли, в общем, вот эти классы найти и как-то сонстанцировать и запустить. Сервисы по умолчанию у нас не exported, то есть они недоступны снаружи, и они по умолчанию работают в процессе приложения. Соответственно, если не указать иное в атрибутах сервиса в манифесте. Итак, у нас есть два сервиса. Это command-service и test-service. Command-service — это intent-service. То есть это сервис, который в методе onHandleIntent будет выполнен в другом потоке. В нем у нас, ну, достаточно показательная конструкция. У нас вызывается метод thread-sleep на 2 секунды, и затем показывается тост. Почему это сделано? Ну, для того, чтобы как минимум вы поверили, что он запускается в отдельном потоке. Если мы это сделаем в мейн-трейде, то у нас весь UI остановится. В лучшем случае, в худшем случае, в зависимости от суровости настроек package-менеджера и activity-менеджера, у нас появится диалог о том, что приложение не отвечает, и давайте-ка мы его лучше остановим, чтобы пользователь страдал как можно меньше. Показывается тост с неким сообщением, и если вы обратите внимание, то у нас вызывается на Handler и метод post. А Handler у нас — это… вот здесь у нас как полем определен. Это Handler с потока, в котором был запущен сервис. Соответственно, это… это сделано для того, чтобы показать, что сервис создается непосредственно и запускается в мейн-трейде. Потому что если бы этот поток был отличным от UI потока, то обращение к tost.make.text, да, оно бы нам сказало, что мы, наверное, делаем что-то не то, хотя с tostом, наверное, это бы не сработало. Да, если бы мы к UI элементам здесь обращались, то мы получили exception о том, что мы пытаемся работать с UI-компонентами из фонового потока. Так, и, собственно, как мы запускаем этот сервис, и что с ним происходит. У нас есть сервис… старт… сервис Activity. сервис Activity. А… сервис Activity есть кнопка… так… send command button, на ней есть клик-лисинер, который формируется по нажатию intent с указанием класса, то есть явный intent, и выполняет команду start service. Соответственно, этот сервис у нас started, и он не предполагает какого-то двустороннего взаимодействия и возврата каких-то интерфейсов непосредственно от сервиса к нам в вызывающую сторону. Наш сервис Activity, кнопка send command, и по нажатию мы должны увидеть tost через 2 секунды. При этом наш UI должен остаться отзывчивым, и ничего не должно замедлять работу нашего UI. Давайте я сейчас нажму несколько раз на кнопку. Соответственно, UI будет отвечать, Ripple на кнопке будет реагировать так, как ожидается, но через какое-то время у нас должны появляться тосты с соответствующим количеством нажатий на эту кнопку. Я нажал 1, 2, 3, 4. И вот, соответственно, UI отвечает. Таймер поток поспал 2 секунды и показал нам тост. Здесь на самом деле несколько тостов, они друг от друга накладываются. Вот, довольно простой инструмент для того, чтобы выполнить фоновую операцию с помощью сервиса. Вот, Intent Service вполне хорошо справляется с этой задачей. Второй сервис, который я вам хочу показать, это Bound Service, который работает с AIDA-у интерфейсом. Bound Service — это тест-сервис в нашем тестовом приложении. Вот, и здесь уже что-то много всего, и какие-то стабы появляются. Вот, и вообще он выглядит не так дружелюбно, как Intent Service. Ну, на самом деле вот эти стабы — это сгенерированный код, и сгенерирован он на основе нашего AIDA-у файла, который мы… которым мы описали интерфейс взаимодействия с сервисом. Он лежит вот в специальной директории AIDA. Вот, и здесь у нас есть два файлика — callback и test-сервис. У них вот расширение IDL. Вот, выглядят они вполне себе, ну, ничего страшного и какого-то незнакомого нету, кроме вот слова one way здесь. Ну, и, собственно, все. В AIDA, как правило, описан интерфейс, то есть мы объявляем ключевым словом интерфейс, называем его каким-то классом нашего сервиса и, собственно, описываем методы, которые будут доступны нам, которые сервис, собственно, предоставляет в качестве своего интерфейса работы с этим сервисом. У нас есть метод, который возвращает строку, метод getString. У нас есть getString.sync, который ничего не возвращает, и у него есть какое-то ключевое слово one way. И есть метод, который передает в наш сервис реализацию интерфейса iBinder, и тоже ничего не возвращает. Касательно второго метода. Этот метод имеет в своем названии слово async, и не просто так. На самом деле этот метод асинхронный. One way — это значит, что мы не должны ждать ответа от сервиса о результате выполнения этого метода, то есть вообще ничего. Мы вызываем этот метод и тут же продолжаем выполнение нашего кода дальше. Собственно, все. Таким образом, то есть на стороне сервиса может выполняться какой-то метод, какой-то код, но при этом наша вызывающая сторона не будет ждать завершения этого метода и этого кода. В отличие, например, от метода bindActivity, который, собственно, определяет то, что метод выполнится, а потом управление вернется нашей вызывающей программе. Второй интерфейс — это интерфейс callback. Здесь у нас определен метод void on newString. Называется он со слова, с префикса void on. Это значит, что это какой-то callback метод. Вот, называется он так, потому что этот метод вызовется в результате вызова вот этого метода getString.Sync. Как это работает, я сейчас покажу. Визуально, на самом деле, связи никакой между ними нет, и не очень понятно, что оно будет взаимодействовать именно так. Но, ну, логически оно работает так, и сейчас на реализации станет понятно, почему оно разделено и почему называется и работает таким образом. Первый интерфейс у нас называется itestService.idl. И если мы зайдем в наш тест-сервис, то мы здесь увидим класс testServiceProxy, который extends itestService.stab. Вот этот extends itestService.stab – это сгенерированный код, сгенерированный класс на основе описания вот этого нашего idle интерфейса. Если мы зайдем внутрь… зайдем… да, у меня получилось. Нет, не туда. А, нет, туда. Все, да. Вот, мы зайдем внутрь и посмотрим, то здесь, в общем, какой-то нечитаемый ад на первый взгляд. Но на самом деле… на самом деле да, так и есть. Здесь описан весь механизм сериализации и десериализации данных и объектов, которые мы определили в нашем idle интерфейсе. Ну, вот, например, мы можем посмотреть на метод getString. Вот здесь вот. Здесь мы увидим, что… Так, где он? Вот, getString. Вот, мы здесь что-то в reply пишем, какие-то штуки, какие-то строки записываем. В общем, это все механизмы по сериализации и записи данных, специальный бинарный контейнер, который будет… с помощью которого наши данные будут передаваться между компонентами и, в отдельном случае, между потоками, между процессами, если сервис работает в другом процессе. Так вот, здесь можно увидеть, например, строчки такие, как Android OS iBinder. Вот, это как раз инструменты как раз реализации байндера, через которые все это взаимодействие происходит. Ну, вот, например, iBinder Remote — это байндер удаленного нашего процесса, в который мы будем передавать, собственно, наши данные. И который нам потом будет присылать в ответ результаты работы того приложения в другом процессе. Так, вернемся к нашему тест-сервису. Соответственно, там был некоторый сгенеренный код, который берет на себя всю работу по сериализации и десериализации данных, которые мы определили в нашем интерфейсе. Здесь же нам необходимо реализовать только методы, которые мы описали в рамках нашего интерфейса, непосредственно те действия, которые должен выполнить сервис в результате вызова этих методов от клиентского кода, клиентского сервиса. Ну, в частности, метод getString должен вызвать какой-то метод sayHello, условный метод, который определен в рамках нашего сервиса. Метод bindActivity, который мы передаем интерфейсу iBinder, сохранит вот этот наш callback в поле в нашем сервисе, и потом мы с ним что-то сделаем. GetStringAsync вызовет метод sendString с соответствующей строкой, а метод sendString выполнит в отдельном потоке уже какую-то операцию. И почему у нас был тот callback, и почему он назывался on? Потому что мы по реализации нашего сервиса в методе sendString в новом потоке воспользуемся сохраненной ссылкой из метода bindActivity и вызываем на нем метод onNewStringData. То есть таким образом появляется такая неявная связь. Наш клиент вызвал async метод oneWay.getStringAsync, при этом передав ему iBinder интерфейс посредством метода bindActivity. И потом наш сервис вызвал метод onNewString на, собственно, нашем iBinder, как callback-ный метод, как любой из методов жизненного цикла нашего приложения. Со стороны Activity, которая привязывается к этому сервису… Ладно, давайте чуть позже к Activity. Здесь еще есть пара важных моментов. Ну, метод sayHello, понятно, просто вытащает строку. Метод onBind. Метод onBind вытащает интерфейс iBinder, и в нашем случае это наш тест-сервис-прокси, это реализация вот этого интерфейса. На самом деле она реализует интерфейс iBinder. И если мы снова заглянем в наш интерфейс стаб, то вот мы увидим, что наш интерфейс стаб extends OSBinder. И если мы копнем чуть глубже, то увидим, что непосредственно байндер имплементит интерфейс iBinder. Вот, поэтому все, что работает, вот, все, что имплементит этот интерфейс iBinder, оно может быть возвращено из метода onBind. Сам интерфейс iBinder определяет ряд ключевых методов работы с этим инструментом, которые непосредственно взаимодействуют уже с какими-то низкоуровневыми элементами сериализации и десериализации данных, например, транзакт, там, дамп и, вот, iBinder, да, есть еще каубэк, каубэкчный метод в интерфейсе. Если вы попробуете разобраться с тем, как он работает, вас ждет немало интересного, вот, и, собственно, будет понятно, почему у этого интерфейса такие методы. Там есть на что посмотреть и понять, почему Android работает именно таким образом. Вот, с сервисом понятно, с bound-сервисом, собственно, что здесь должно быть и что возвращается, что надо вернуть из метода onBind. Есть какие-то вопросы у вас? Наверное, ничего не понятно. Ну, ладно, давайте посмотрим на сервис-активити. В сервис-активити мы будем работать с нашим bound-сервисом. У нас есть кнопка service button. На ней есть click-listener. Он вызывает intent. Intent, также implicit, ну, вот, explicit, да, явный explicit intent и вызывает метод bind-сервис. Сигнатура у него значительно отличается от сигнатуры метода start-service, который принимает в качестве параметра вот только объекта интента, ссылку на интент. Здесь, помимо интента, есть еще специальный, ну, есть какой-то класс service connection и константа bind-автокриэйт. Если с этой константой все более-менее понятно, если сервис не создан, то во время байнда этот сервис будет автоматически создан, то вот с этой штукой все немного интереснее. Из-за того, что bind-сервис, он непосредственно не создает этот объект и не возвращает на него ссылку, инструмент взаимодействия и запуска этих сервисов достаточно нетривиален и проходит через несколько уровней абстракции непосредственно в самом фреймворке. И сам фреймворк этот сервис нам запустит, когда сможет его инстанцировать, создать нужные классы. Вот он нам его запустит, и нам надо как-то эту ссылку передать обратно в приложение. Соответственно, вот этот метод на самом деле он асинхронный. А вот этот service connection — это callback, который мы передаем туда и который вызовется, когда сервис будет создан. Service connection — это интерфейс. Интерфейс или абстрактный класс. Интерфейс. Да, все верно. Service connection — это интерфейс. Нам необходимо реализовать там два метода. Он service connected и он service disconnected. Соответственно, он service connected вызовется в тот момент, когда сервис будет создан, запущен, и binder свяжется с нашим сервисом. Он service disconnected, ну, очевидно, когда сервис, когда мы от него отвяжемся, когда connection будет остановлен. Соответственно, в он service connected нам приходит component name — это специальный объект, в котором содержится информация о сервисе, к которому мы привязались. И интерфейс iBinder — это тот самый интерфейс, который возвращается нам в методе onbind. Соответственно, мы создаем объект через tab, ну, as interface. Когда мы определили наш idle interface, то у нас появляется несколько инструментов, которые позволяют нам создать непосредственно вот эти обертки для передачи данных посредством binder. И если внутри сервиса мы просто его имплементим и вызываем некоторые методы, то здесь, чтобы получить этот объект binder, у нашего стаба есть специальный метод, статический метод, as interface, куда мы передаем ссылку на наш binder. И вот этот метод as interface, он нам вернет специальный объект, iTestService, то есть вот эту же самую реализацию, но уже для клиентскую часть этой реализации, ввиду того, что на самом деле существует там связка между реализацией вот этого интерфейса на стороне сервиса, возможно, в другом процессе, и на стороне клиента, который, собственно, вызывает методы у нашего сервиса. То есть вот эта часть, вот этот интерфейс, он будет сгенерирован на основе этого описания для нашей вот этой клиентской стороны. Ну и далее мы на нашем тест-сервисе, вызывая метод bindActivity, передаем туда наш сервис callback. А сервис callback — это класс, вот он здесь реализован, это реализация вот этого вот AEDO интерфейса с одним методом, он newString, соответственно. Мы вызываем метод bindActivity, вызываем метод getStringAsync. Метод асинхронный, мы не будем дождаться выполнения этого метода. Далее мы меняем текст на кнопки, которые мы нажали, ну и, собственно, все. Ну и там trycatch, в catch-условии мы там чего-то скажем, что у нас не получилось с этим сервисом связаться. Реализация сервис callback. Вот она здесь, она как раз расширяет iCallback.stab, который нам сгенерен из нашего AEDO интерфейса. И здесь метод setText, он вызовется на каком-то потоке, ну и, соответственно, нам необходимо с текстью работать на UI-трейде, поэтому мы используем runOnUiThread, чтобы наше сообщение показать. И в приложении выглядит это все вот так. Вот у нас есть кнопка connect. По нажатию на connect мы сбиндимся с нашим сервисом. Засетим все нужные данные, вызовем асинхронный метод, получим тост, и по нажатию на кнопку connect еще раз мы от него должны отбиндиться. Вот. Статус кнопки поменялся. Через какое-то время появился текст в нашем TextView. Нажимаем еще раз. Собственно, все вернулось обратно. Мы сервисы отбиндили. Сервис сейчас должен быть остановлен. Вот. С AIDO-интерфейсами Coda писать приходится чуть больше, чем с простыми сервисами, но это самый гибкий и самый мощный инструмент, который у вас есть для того, чтобы работать с компонентами, особенно в контексте межпроцессного взаимодействия. Он вам позволяет сделать все, что позволяет вам сделать платформа. В общем, это очень мощный инструмент, и если вы с ним освоитесь и будете его использовать, у вас, в общем, не будет никаких ограничений, как взаимодействовать с сервисами, как их запускать, как передавать данные и как работать с компонентами в разных процессах. Вот это, в общем, очень-очень важный такой навык, который было бы здорово, если бы вы приобрели и с ним освоились. Про сервисы мы на сегодня закончим. Вот сервисы часто используют вот в качестве, например, компонентов для проигрывания музыки, для, возможно, введения навигации в фоне каких-то подсказок. Вот как раз для того, чтобы освободить пользовательский UI для каких-то других приложений, но при этом оставить возможность нотифицировать, либо выполнять какие-то функции, которые для пользователя, возможно, важны. Вот как раз сервисы отлично подойдут. В свое время у Google была целая концепция и архитектурный подход, в котором они пытались, ну, использовать такой паттерн, что любая синхронная операция должна выполняться в сервисе. То есть если мы делаем запрос на… к нашему серверу, сетевой запрос, то делать его посредством интенс-сервисов. Но, очевидно, это было не очень удобно, и эта концепция не прижилась. Поэтому сейчас так сервисы уже не используют. Ну и более того, с учетом более жестких требований на фоновые потоки, вообще применимость сервисов сейчас находится в очень таком непонятном статусе. У вас на самом деле есть в свободном доступе вот эти форграунд-сервисы с нотификацией пользовательскими и баун-сервисы. Но использовать сервисы в качестве каких-то фоновых или бэкграунд-решений вам уже не удастся, ввиду того, что они, к сожалению, не работают долго. То есть там сейчас порядка 10 секунд у вас есть на то, чтобы завершить корректно работу сервиса и освободить все ресурсы. Иначе вы будете принудительно остановлены. И здесь уже возможны какие-то проблемы с вашими данными, если вдруг вы там что-то активно писали или с чем-то взаимодействовали. И вот как раз как решение этих проблем мы сейчас поговорим... Да, сейчас... Да, мы сейчас поговорим про инструменты планирования запуска задач и почему они появились, какие они есть и что с помощью них можно решить, какие задачи можно решить. От себя хочу заметить, что еще, если вы вдруг будете работать с Google Play Billing, если вы будете взаимодействовать с магазином, например, вы реализуете какие-то покупки внутри своего приложения, вам надо будет что-то покупать. Вот интерфейс взаимодействия с магазином, так как это не является частью операционной системы Android, Google Play Market осуществляется, именно через Bound вот такой интерфейс. То есть вам надо будет специальный там вот Eagle файлик положить к себе в приложение, реализовать нужные методы, и, соответственно, вы будете подключаться к этому сервису и вызывать нужные методы для покупки приложений. Поехали дальше? Да. Планирование задач в Android. У нас бывает ряд задач, которые не нужно выполнять немедленно. Например, банальный пример — это будильник завести на телефоне, чтобы он прозвонил там в какое-то определенное время, либо по какому-то условию синхронизировать контакты. Возможно, нам необходимы какие-то повторяющиеся действия. Опять же, синхронизация каких-то контактов, синхронизация какого-то контента. Например, если у нас какое-то почтовое приложение, мы хотим регулярно раз там в час пытаться обновлять содержимое наших аккаунтов, для того, чтобы актуализировать в фоне пользователю контент вашего, его почтового ящика. Либо если мы какое-то приложение, которое доставляет ему контент, например, новости, мы хотим получать там актуальные какие-то данные как можно чаще и, собственно, не беспокоя, при этом не заставляя пользователя делать какие-то действия. Еще есть задачи, которые нужно запускать по условию. Например, мы хотели поработать с нашим сервером удаленным, но у нас в момент, когда это было необходимо, сеть была недоступна. То есть, в общем, отключен интернет, ничего не работает, сервер наш недоступен. И мы бы хотели сделать так, чтобы как только подключение к интернету станет доступным, мы бы сразу все засинкали, с сервером бы там повзаимодействовали и данные наши обновили или отправили. Например, вот если посмотреть на приложение Gmail, то они отправку сообщений помещают в специальную очередь, и когда ряд условий некоторых выполнится для того, чтобы это сообщение могло быть отправлено, тогда оно уйдет на сервер. Здесь, конечно, возникают некоторые вопросы консистентности данных у вас в приложении и, собственно, на сервере Google, но, тем не менее, работает оно примерно так. И решений этих задач в платформе несколько. С этим вы уже сталкивались. Timer task — все здорово, создали объект, выставили какое-то значение таймера, запустили, все работает классно, ничего особо делать не надо. Более правильное и храдкорное решение — это scheduled executor. Это инструмент из… это специальный пул потоков из joutil concurrent, который позволяет запускать потоки либо с какой-то периодичностью, либо откладывать запуск какого-то потока. Но это все равно все довольно низкоуровнево, и нам нужен, собственно, процесс приложения живой. Post delay. Ну, тоже понятно все делаем. Дилей на хендлере, вставляем тайм-аут и сдвинули выполнение нашего runable на какое-то время. Но, опять же, нам необходим живой UI, живой процесс, и чтобы наше приложение живое работало. Иначе, если приложение остановится, либо перейдет там в какое-то состояние неактивности, то, собственно, это ничего работать не будет. Ну, вот теперь уже более нативный компонент — это Alarm Manager. Это специальный компонент фреймворка. Он использовался повсеместно раньше для запуска каких-то вот таких отложенных операций, ввиду того, что его можно запрограммировать на периодичность выполнения, на какое-то время запуска операций и там отложенные запуски реализовывать. Он работает как соответствует Alarm Manager. Ровно в назначенные там час, минуты, секунду, миллисекунды у вас запустится выполнение задания. Вот. И это решение, оно до сих пор существует, оно рабочее, но оно не очень рекомендуется к использованию. Почему? Сейчас я расскажу. Есть еще два инструмента. Это Sync Adapter и Job Scheduler. Вот последний — это самый модный, самый современный инструмент запуска каких-то отложенных задач, и не только их. А Sync Adapter — это довольно мощный инструмент по синхронизации данных каких-то ваших приложений с вашим сервером. Он позволяет делать какие-то плановые синхронизации и запускать их как-то снаружи, когда ваше приложение не запущено. Но важно понимать, что у него есть узкая задача — это обеспечить вам синхронизацию данных. И, собственно, для чего-то другого его использовать не стоит. Хотя часто можно встретить, что его используют там для каких-то решений других задач. В общем, так не делайте. Ничего хорошего в этом нет. В какой-то момент у нас появился Android версии 21. И до того, как вышла версия 21, с запуском приложений было все вот так вот. То есть у нас был Alarm Manager, мы ему запуляем задачу, он ровно в однозначное время запускает задачу, все работает, все супер. Но представим, что у нас на устройстве 100 тысяч приложений, и каждый из них в свой какой-то отведенный интервал времени запускает какую-то тяжелую задачу. Таким образом, наш девайс постоянно что-то делает. Таким образом, у нас девайс постоянно разряжается, и у пользователей постоянно болит от того, что Android такой плохой, вообще не держит батарею, и вообще там все ужасно, Android телефоны очень плохие. Это, ну, понятно, никому не нравилось, и в один момент Google сделала вот такую штуку и вела Dose Mode. Dose Mode — это специальный режим работы операционной системы, когда существует довольно положительный интервал неактивности, и приложение, оно как бы спит, то есть оно не может выполнять никаких действий. Вот в этой парадигме все еще работает Alarm Manager, и мы можем ему отправить задачу, он будет работать так, как прежде, и тоже запустит ее вот в тот момент, когда вы непосредственно скажете этому Alarm Manager, но так делать не стоит. Google стал ревьюить приложение, и он настаивает на том, чтобы мы переходили на инструмент использования как раз Jobs Scheduler. А что он делает, собственно, и что тут нарисовано? В общем, когда наше приложение активно, все работает, как и раньше, у нас запускаются задачи, все работает без задержек, все здорово, данные тут же получаются, все счастливы. Но когда у нас выключен экран, например, либо мы, ну, у нас выключен экран, у нас не подключена зарядка к телефону, и телефон, в общем, лежит, с ним никто ничего не делает, операционная система переходит в специальный режим, вот он называется DOS, когда у приложений ограничен доступ к ресурсам, к сети, к процессору, и вообще каким-то ресурсоемким задачам на телефоне. И приложениям, в общем-то, в этот момент времени запрещается что-то делать. У этого режима есть так называемый Maintenance Window. Это окно, отрезок времени, в котором приложения все просыпаются, по специальному событию от системы она их будет, и они все свои данные одновременно отправили на сервер, получили ответ и снова уснули. Таким образом, Google, внедряя это решение, решает задачу как раз оптимизации расходования сети, батареи и вычислительных ресурсов девайса, и тем самым продляя жизнь вашего устройства от аккумулятора. Решение классное, но для того, чтобы его осуществить, понадобился новый инструмент, который бы поддержал вот эти вот Maintenance Window и режим вот этого DOS Mode. И как раз для решения этой задачи был создан вот этот Job Scheduler, так называемый планировщик задач. Планировщик задач решает задачи вот оптимизации использования батареи, памяти, процессорного времени. Он позволяет как раз выполнять задачи только тогда, когда операционная система позволяет это делать приложением, но доступен только с API высшей версии 21. Есть нюансы, про них я расскажу чуть позже. У задач, которые мы можем передать в Job Scheduler, есть ряд условий, по которым мы можем их запускать. Ну вот тут перечислены основные условия, которые могут быть использованы в качестве триггеров для запуска этих задач. То есть вот возьмем устройство заряжается, то есть тот момент, когда мы подключим кабель питания к нашему девайсу, сработает триггер о том, что устройство заряжается, и все джобы, все работы, которые были запланированы посредством планировщика задач, они все сразу же начнут выполняться. Вот, этот набор условий, он, конечно, довольно классный, но есть одно но. Если мы хотим запустить задачу прямо сейчас, она не выполнится. Даже если у нас устройство активное, пользователь там вовсю с ним взаимодействует, к сожалению, оно не выполнится прямо сейчас. У нас всегда будет какой-то дилей, какая-то задержка. Так работает Job Scheduler. То есть он там ждет какого-то наполнения либо кворума запросов на выполнение этих задач, либо ждет каких-то условий, которые позволят ему в какой-то момент времени работы операционной системы выполнить ряд вот этих запросов от разных приложений. Ну и то самое ограничение, но на API 21, оно не позволяет использовать Job Scheduler из платформы, который подставляется вместе с Android фреймворком в более ранних приложениях. То есть если вы хотите использовать его, то вам необходимо реализовывать какую-то возможность переключения интерфейсов между… на разных версиях приложений, на разных версиях операционных систем. Если вы этого делать не хотите, то вас спасет специальная библиотека от Firebase, Firebase Job Dispatcher. Она работает с API 9 или 10. В общем, очень низким API, который сейчас уже и почти не поддерживается, и таких устройств найти довольно трудно. Она имеет интерфейс того же Job Scheduler, но внутри реализована там чуть-чуть по-другому и позволяет, в общем, выполнять, делать те же самые действия, взаимодействия с Dose Mode, но на более ранних версиях операционных систем. Единственное ограничение, она требует зависимость на библиотеку Google Play Services. Это очень большая, тяжелая и часто важная библиотека, и разработчики не очень охотно ее хотят добавлять в свой проект, если такой необходимости нет. Если, в общем, задача просто добавить Job Dispatcher или Job Scheduler, то, ну, в общем, вопрос, стоит ли тащить для этого Google Play Services. Третья альтернатива — это библиотека от Evernote. Она тоже очень распространена. Она также обратно совместима до достаточно низких версий операционной системы, насколько я помню, до 14-й, и она не требует Google Play Services. Вот, там немного отличается интерфейс, но, тем не менее, задача она решает те же самые. А еще там недавно появилась возможность имидиат запуска задач, то есть они запустятся прям сразу, как будто вы используете Alarm Manager. Вот. В общем, можно рассматривать вот эти три альтернативы в качестве использования Job Scheduler. Как работать и как запускать Job Scheduler? В общем, у нас для того, чтобы сделать нашу джобу, нам надо заэкстендиться от класса Job Service. И у него есть два callback'а. OnStartJob и OnStopJob. Соответственно, OnStartJob вызовется в тот момент, когда операционная система запустит нашу джобу. В зависимости от триггера, который сработает, то в какой-то момент вызовется вот этот метод. Какой? Ну, неизвестно. Ну, OnStopJob, соответственно, вызовется, если джоба будет каким-то образом остановлена. Не там сама, а система ее остановит по каким-то причинам, либо там вызовется cancel. возвращаемые значения, ну, соответственно, если джоба у нас асинхронно, то есть запускает какой-то поток. И когда мы выполняем вот эту инструкцию, return, флаг, соответственно, и сигнализирует о том, выполняется ли какая-то работа в рамках джоба после выхода из этого метода, либо этот метод полностью завершил свою работу, и работа выполнилась, собственно, все, на этом все закончилось. Сами джобы и инструмент джоб-скедюлинга, они позволяют выполнять задачи в фоне. То есть если мы говорим про какой-то бэкграунд-работу, и нам необходимо сделать какую-то задачу, которую бы мы раньше могли выполнить с помощью сервиса в фоновом потоке при выходе из приложения, то сейчас в новых версиях операционной системы Android, ввиду ограничения работы бэкграунд-сервисов, нам, в общем, не удастся это сделать с помощью сервиса. Так вот, помочь решить задачу фонового выполнения какой-то операции длительной после выхода из приложения, например, нам поможет вот как раз джоб-скедюлинг. Мы можем запланировать выполнение нашей задачи в этот джоб-скедюлинг, и когда звезды сойдутся, условия там выполнятся, и наша операционная система будет готова запустить нашу задачу, она запустится. Но важно понимать, что момент, когда это произойдет, ну, для вас будет в каком-то смысле неопределенным. То есть вы там какие-то условия задали, но когда это будет сделано, в общем, решать будет уже непосредственно фреймворк. Джоб-сервис, как и сервис, нужно объявлять в манифесте. Вот у… ну, так как это является сервисом, мы используем тег-сервис. Здесь также имя класса, который реализует непосредственно наш джоб, и необходимо объявить специальный permission by job-сервис, как раз ввиду реализации job-сервис. У каждой джоба есть некие метадаты, некие настройки, которыми она, собственно, определяется, где задаются какие-то триггеры, по которым эта работа будет… по которым эта работа, собственно, вызовется и будет вызвана на исполнение. Для этого есть специальный класс job-info. Он реализует уже знакомый вам pattern-builder. У него есть куча сет-методов этого билдера, которые позволяют настроить нам разную комбинацию триггеров для нашей работы. Ну вот, в частности, мы можем передать туда какие-то экстрас, дополнительные параметры для нашей работы. Мы можем назначить периодичность для нашей работы. Можем сделать ее персист. Это значит, что если девайс перезагрузится, то наш вот этот job, он все равно будет добавлен в job-скедулер и выполнится по расписанию. Вот, соответственно, если мы этого не сделаем, то любой ресет текущего стейта операционной системы, он сбросит все запланированные джобы из нашего job-скедулера. Также можно установить какие-то задержки при выполнении нашей работы и критерии, триггеры, связанные, например, с подключенностью зарядного устройства, критерии типа сети и условия того, что устройство должно быть в idle состоянии, то есть пользователь не должен с ним активно взаимодействовать. Когда мы создали нашу job, нам необходимо вызвать, найти сервис job-скедулер. Это специальный системный сервис. Мы к нему обращаемся через getSystemService у контекста. Собственно, это такой же сервис, как, например, контекст-менеджер либо активити-менеджер. Мы через getSystemService… Ну, тут вот есть явный каст. Вот это, конечно, не очень удобно, но тем не менее. Этот подход достаточно широко распространен в Android, когда применяется подход условно сервис-локатора. У нас есть некий метод getService, который мы передаем какой-то идентификатор нашего сервиса. В случае реализации операционной системы Android, они все… там есть очень абстрактно некий ассоциативный массив, в котором ключи — это строки специального вида, а значения — это ссылки на компоненты системы. Вот jobScheduler — это один из таких компонентов, которые соотносятся с некой строкой, вот jobScheduleService. Эта строка, она зарезервирована. Вы только… собственно, только на ней можно этот сервис из контекст-менеджера, из package-менеджера получить. Вы получаете этот сервис и вызываете метод schedule, передавая туда, на job.info. И, собственно, этот job.info выполнится в соответствии с теми триггерами, которые были определены в том билдере. А вам остается только сидеть и ждать, когда этот job, собственно, выполнится. Ну, вот я сейчас покажу пример работы с jobScheduler. Приложение, демка jobScheduler. Что у нас есть? В манифесте у нас есть два сервиса. Вот есть сервис job, а есть scheduled service. Вот они… scheduled service — это простой сервис, который вызовется там в результате работы нашего job. Вот я здесь его сделал, exported false. Он явно указал, что он недоступен снаружи. А это непосредственно наш job scheduler, вот. Потому что вот мы можем посмотреть на permission, который здесь определен. Ну, и вот сервис job называется так, класс наш. Main activity у нас… Ну, на самом деле, ничего интересного. Вот у нас есть какая-то кнопка, текст. По кнопке мы запустим наш job. Вот мы видим как раз получение нашего job scheduler и schedule нашего info. И info формируется на основе того самого билдера. В билдер мы передаем компонент, который будет запущен, ну, для выполнения нашего… нашего… нашей job. Service job. Service job — это класс, который реализует… точнее, наследник класса job service. У него есть те самые два метода start job и stop job. И в методе start job мы запускаем настоящий Android сервис просто для примера, что мы из job'а можем запустить еще один какой-то другой сервис. Вот в нашем случае job'а будет заключаться в том, что мы запустим scheduled service. В сервисе у нас запустится intent-сервис, который покажет тост. Вот. И ему в качестве сообщения передастся это экстра полем через параметры нашего intent-сервиса. Вот. Ну, давайте посмотрим на… во-первых, на параметры запуска. У нас минимум latency — это тысяча миллисекунд, то есть сервис, наша job'а запустится не ранее, чем через одну секунду. И должна запуститься не позднее, чем через две секунды после истечения дедлайна по запуску этой job'а. То есть если у нас произошло какое-то событие и, в общем, есть какое-то конечное условие по запуску этой джобы, то мы допускаем, что интервал, в течение которого после истечения этого момента времени может быть запущена наша job'а, он две секунды. Но это все-таки условность, вот, потому что оно не всегда выполняется и соблюдается. Если вы посмотрите на документацию, то там написано, что, скорее всего, это будет выполнено именно вот в таком случае с такими параметрами, но фреймворк сам определяет, когда запустить ту или иную job. Ну, давайте посмотрим. Я нажал «Schedule Job», и вот наша job'а выполнилась, запустила сервис, покажала тост. Ничего интересного в нашем демо-приложении не происходит, кроме тоста. Вот. Ну, с демо-приложением, наверное, все. Есть какие-то вопросы про job scheduler, и понятно ли, как с ним работать, и что он делает? Ну, на самом деле, как бы, интерфейс достаточно простой, и большая вам рекомендация делать ваши какие-то отложенные задачи именно через него, не через Alarm Manager. тоже Alarm Manager, но даже здесь вам не рассказываю о том, что это устаревший интерфейс, да, и, собственно, вот тот слайд, где Кирилл показывал, да, там, где, грубо говоря, миллион задач, пытающихся выполнить у вас на телефоне, это то, что приводило к тому, что телефон у вас разряжался, да, Google, начиная вот с API 21, то есть с Android 5.0 еще, пытается сделать все, чтобы ваш телефон работал как можно дольше, да, и для этого, собственно, появляются вот эти новые API, поэтому лучше использовать именно... Да, телефон работает дольше и лучше, разработчикам жизнь хуже и хуже. Да, готовые люди счастья. Вот, в Android Studio классная штука с подсказками, вот, и вот мы можем посмотреть на JobBuilder, и здесь вот есть перечень методов, которые мы можем засытить в качестве билдера, и их тут довольно много, возможно, они будут дополняться в процессе развития самой платформы и самого фреймворка. В документации про JobBuilder написано, что он в Active Development, поэтому, возможно, какие-то еще модификации и всякие плюшки нам в будущем добавятся. Вот, собственно, что у нас теперь есть? У вас теперь есть сервисы, это, ну, один из основных компонентов системы, которую вы можете использовать для работы с фоновыми потоками, и как и не без нотификации пользователя, без взаимодействия с ним в UI. И у вас есть JobBuilder для того, чтобы выполнить для вас ту работу, которая не помещается в фоновое бэкграунд выполнения в роли, там, в качестве сервиса, либо, ну, и, собственно, у вас есть возможность работать наиболее оптимально с точки зрения энергопотребления и расхода батареи вашего девайса, вот, с помощью вот этих инструментов JobScheduler. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok